Скорее всего, твой логотип уже украден. Веб, пора убить. Война дуровых. Погнали. Да, неожиданно мы здесь. Всем привет, с вами проект UwebDesign, наш подкаст «Суровый веб», выпуск номер 140. Сегодня у нас 3 октября 2017 года, время 10 минут 12 по Челябинску. Мне интересно, вот у нас за это время, знаешь, пылью покрылось оборудование? Или там, например, паутинкой? Или вот будет скрипеть сегодня звук? Что-то будет вот такое форс-мажорное? Я думаю, у нас весь подкаст с этим форс-мажорный, во-первых, судя по темам. Мы все дальше от IT, и все ближе к «Пусть говорят». Я думаю, мы к этому и двигаемся, потому что я считаю, что я вот лучше, чем Малахов. Ну, я согласен, вектор наш, он не случайен. Он полностью продуман нашим продюсерским центром. Абсолютно. А у нас есть здесь свои продюсерские центры, как у Игоря Крутого прям. Ну, это тот же один и тот же. Да, согласен. Именно оттуда нам поступают указания. Я хочу, кстати, напомнить, что наш подкаст, даже не так, что наш подкаст выходит не только в VR, но еще и на украинском. На украинском. На украинском. На мове. Ну, слушай, это заявка. Причем на проигрыш. А знаешь почему? Потому что наша аудитория уже там вся. Ну да. Чем больше начинаешь смотреть на статистику, тем грустнее становится. Ну почему? Я вот даже специально беру иногда некоторые блюда в столовой. Вот там. Замовкни я бы тебе. Что? Ладно. Окей. У нас, кстати говоря, первая тема и для дизайнеров. Да, у нас первая тема и для дизайнеров. И нам ее Вова предложил 21 сентября. Давно это было вообще. Спасибо всем, кто оставлял эти 81 комментарий к посту про темы к 140-ому подкасту. Мы таки осилили. Как мы покакали, только вот мы осилили. Понимаешь, надо понимать, что 81 комментарий это не просто комментарий, это целые темы. Практически каждая это тема. Практически. Да, наверное, из этого 81, где-то 21, это просто там хе-хе, арнул, кек. А что значит тема? Тема, это, представляете себе, это несколько страниц текста. Вы вообще в последний раз, вот когда читали несколько страниц текста, господа мои? Ну, с учетом того, что некоторые люди кидают тему с комментарием «Я вот так и не осилил, вы мне вот расскажите, что тут». Да. Вот уже скоро просто начнут прогноз погоды кидать. «Я вот не осилил, вы мне скажите, что будет вот завтра». Ну ладно, это, конечно, все. Замовки. Это все, конечно, да. Шутки. Спасибо всем, кто предлагал темы. Накопилось их, конечно, до хрена. И я вам честно скажу, такая небольшая инсайдерская информация, никому кроме Никиты не говорил, теперь вам еще скажу, на всю страну, на всю одну страну. На весь мир. На всю страну у. Так вот, о том, что вот есть ваша тема, а есть наша тема. Вот наши темы я так даже и не успел разобрать сегодня. То есть мы сегодня полностью в руки. Мы отдались своим подписчикам. Почему-то я хотел сказать в руки украинцам. Как подкастеры легкого поведения. Абсолютно. Абсолютно. Так вот, и Вова нам первую тему предложил про то, что «Хороший дизайнер копирует чужие логотипы, а великий крадет». Ну это же супер заезженная вот эта пословица о том, что хороший дизайнер копирует, а великий крадет. И даже это не только про дизайнер, а про художника изначально это было, на самом деле. И хотелось бы рассмотреть оригинал, да? Хотелось бы, но я открыл почему-то перевод. Вот, я просто почему открываю перевод, потому что перевод он дополненный. Как «Нальнобойщики 2» и «Здание дополненное». Потому что здесь, кроме непосредственно перевода той заметочки, еще, так скажем, все это находится на блоке, на блоке, на блоке компании «Эдисон» на «Хабре». Те самые пацаны, которые делают лампочки? Ну, похоже на то, да. Кто же еще, кроме «Москвичей» их делает? И на полном серьезе они добавили еще своей, так скажем, аналитики. Не то, чтобы она была очень интересна. Подлили маленько своего. Подлили в огонь немножко, да. Ну так вот, в общем, здесь пишут о том, что, ну, классические вот эти примеры о том, что все логотипы уже давно скопированы. Ну и что касается, вот, например, Airbnb, я уже это видел, что они по счастливой случайности скопировали свой дизайн у Azuma Drive-In. Ну да, для слушателей я просто объясню, что здесь логотипы, пары логотипов, которые друг с другом похожи, это абсолютно разные компании. Да, причем эти компании разделены многими годами по 20, по 30, по 40 лет. То есть тут даже уже, ну, не то, что ты у соседа скопировал, а это реально надо было где-то отрыть, откопать и каким-то образом... Ну, очень часто же есть такое мнение, что там гениальные идеи приходят сразу всем. То есть даже радио, его на самом деле там... Сразу два человека придумали. Да, да. То есть вот так и тут. Для меня вот эти пары логотипов почему-то в каждой паре я знаю только по одному. Он очень известен для меня, только один какой-то из них. И нет такого. То есть это, знаешь, как будто на разных углах земного шара где-то придумали специального, знаешь? Например, Битц и какая-то хреновина. Штат Брюль. Вот Битц я знаю, а штат Брюль я, к сожалению, не... Ну, штат, город, Брюль, видимо, название, и может быть, это герб города. Ну, какой-то аскетичный у них герб на самом деле. Ну, нет, на самом деле, ну... Это где-то в Германии. Антон Станковский. Ну, в 1971-м таким уже можно было в Германии быть. Окей. Окей. Хорошо. Ладно, не будем сейчас ударяться в... В разговоры? Да. Ну, здесь больше всего меня поразило, а меня что-то поразило из этого всего, из этих пар. Во-первых, кто-то еще, кроме медиума, сделал такое говно, вот эту букву М, сложенную, так скажем, как бумажечку со сгибами. Метрокрафт паблишинг в 1977-м году. Практически Майнкрафт. Да. В 1977-м году, я согласен, это было прикольно. Это было как бы вот постмодернизм какой-то, киберпанк практически. Ну, ладно, киберпанк – бред, но, собственно, как и сам логотип. Что касается Убера, тоже интересно вот с этим, с Карл Криштиансен. Тебе вот что каждый раз? Я вот смотрю на это, и мне кажется, что это киянка, когда ударили киянкой. Ты про Убер? Да, квадратиком. Кияночкой ударили, и вот положили ее так. И вот это Убер. Никакой жизни об этом не задумывался. Именно в твоей интернете. Киянку ни разу не видел. Я вообще ничего. Не могу про него сказать. Я даже не думаю. Я когда вижу логотип Убера, я уже не думаю. Ты звонишь сразу. Алло, можно ответить интернационально? Да, вот да. В своей статье, короче говоря, поднял вопрос этот Фердинанд Фоглер. А, кстати, смотри. Немецкая фамилия. И здесь все пары практически… С немцами. Американская компания, немецкая. Американцы, немцы. И немцы все еще в 70-е. Придумали американцы только вот в наше время. Слушай, ну, это парень-то что-то зарывается, по-моему, на Америкосов-то. Ну да. Давай-ка я ему покажу. На Мастер Рейс. Хотя у нас сегодня другая Мастер Рейс. Ну да. Короче говоря, есть мнение о том, что не всегда это реально сворованное, а возможно просто, ну, пришло, так скажем, пришла идея. Причем, опять же, она, может быть, и пришла на основе увиденного там когда-то. То есть мозг у нас так устроен, что есть синапсогенез определенный. Я не помню, в этом подкасте мы уже с тобой об этом говорили. Кидались ли мы такими модными словами. Но, в общем, каждый день связи-то рвутся и образуются новые. И всегда есть микрошанс, что образуется новая связь с каким-то нейроном, который все еще хранит воспоминания там двухлетней, это не двухлетней давности, а о том, когда мне было два года. И я где-нибудь увидел обшарпанную вывеску там Штольцфаглер и сегодня придумал такой же логотип. То есть всегда есть такой шанс. Поэтому этот вопрос, он спорный. Тем более, что здесь вот рассуждают о том, что вот если украсть, это повторить точь-в-точь, причем пытаться скрыть факт кражи. Да, я тоже это хотел сказать. Это вот знаешь, когда неприятно, когда делают, косят под вот этот логотип. Ты хочешь продать под брендом битцев свои сицы, условные, и закашиваешь с этим логотипом, и скрываешь, как бы у тебя как будто битс на небес. Вот это неприятно. Но когда человек вдохновлялся, мне кажется, это нормально. Согласен, это даже может быть льстит. Да. Это как вот знаешь, есть же поговорка, что вот типа ученик там должен превзойти своего учителя. Вот пусть какая-то там... Это из «Звездных войн», да, цитата? Это да. Я говорю к тому, что вот должен был чувак научиться так хорошо, что сделать лучше, чем свой учитель. Вот так же и, допустим, я там какой-нибудь Пол Рент, Дитер Рамс, супер дизайнер. И вот взял и научился у меня Джо Ни Айфа и сделал тупое говно в форме iPhone X и iOS 7, например. Поэтому вот он не превзошел никак своего учителя, а надо было наоборот превзойти. Я пока не поддержу в руках iPhone X, а желательно в кармане, в своем личном, в свой личный iPhone X, не скажу, что это говно. Ты хайло свое не будешь на него раздевать? Абсолютно, не хочу. Согласен, я тоже не считаю, что это говно, я просто поддался мемасикам. Ну я понимаю. А тогда, так вот, здесь не то, а то, что я вам обещал. Компания Edison еще пар нам нашла. Ну там вот будет. И она нашла именно не пар, а сам факт того, что концепции очень часто повторяются. Ну, они молодцы, они все источники сохранили. То есть скопировано отсюда. Здесь лигатура CS. Для наших слушателей просто представьте-ка, буква C и S, она как бы в одном сделана. И мне вот это напоминает типа Coldrex или что-то такое. Counter-Strike. Ну нет, это на слух-то, конечно... Слушай, ну здесь действительно очень похоже. Действительно очень похоже. Ну знаешь, вот такое дерьмо придумать я мог в третьем классе, примерно. Так вот именно. То есть это очевидно, что Solo Consulting не воровал логотипу Solver Club. А не просто, ну, эта идея, она не Эйнштейном надо быть, чтобы придумать, совместить буквы и положить их, так скажем, в одну окружность, вписать. Это просто смешно. Человек-дерево тоже. Вот, ну... Это просто как бы позитивный логотип, который тоже может прийти людям, которые хоть чуть-чуть, понимают, я не знаю, в рисунке, в графике. Да, да. Вот буква Counter-Form. Это даже не западло, то, что у Битрикса и Битца практически одинаковый логотип. Ну не знаю. Это просто, это называется Counter-Form. Ну не знаю. Ну и тем не менее, и у Сантехком региона. Oxford Dictionaries. British Music Experience Motherfucker. У них у всех практически одинаковые логотипы. Вот да. Хотя, казалось бы. То есть, ну, просто почему бы не использовать, так скажем, Negative Space и не сделать, что буква, она не в цвете, а она контрцвет. Ну, все. Поэтому... А то, что они именно с буквой B нашли или там буква D и то, что они похожи, ну, это не то, что вы думаете. Есть ли смысл все рассматривать вот такие прикольчики? Нет, я только хотел сказать вот про Möbius вот этот. И Möbius, это, видимо, когда вот так фигура, она одна из одного выходит. И такой псевдообъем создается. Я почему об этом сейчас хотел сказать? Во-первых, здесь в силу того, что Edison, они на каком-то logobomba.ru, оттуда они это взяли. Попянули, пацаны. Здесь есть, да, русские, так скажем, упоминания. Вот мобильная карта, например, да, вот это гослото. Я видел раньше и слушал, и был подписан на какой-то канал на YouTube дабстепный. И у них буква А была такая же, вот, ну, вот примерно как Alice. То есть она такая переходила, одно из одного, типа треугольная. Но только у них было А, а логотип треугольник, ну, и в нем угадывалась эта буква А. А почему здесь нет Google Drive-а иконки? Логотипа. Ну, это же тоже Möbius, по сути. Ты помнишь, как она выглядит? Ну, подожди, там скобочки, по-моему, какие-то. Да, у Google Drive-а там тоже такой треугольничек, который Möbius-ный, абсолютно. Абсолютли. Заиди и посмотри. А, слушай, да, да. Я настолько Google Drive-ом не пользуюсь, что ты меня сейчас даже врасплох застал. А, видимо, лого-бомба тоже не пользуется. Вот, эх. Ну, так вот, я сейчас объявляю розыск. Программа «Жди меня». Ну как? Скажите мне, что это был за канал дабстепный? Оранжевый треугольник был, тоже Möbius. А, я тебя понял. Но я тебе сейчас не скажу. Ну, вот я тоже не помню. А я прям вот, ну, на нём выкладывали прям релизы. Прям вот с «Монстра Кэта» вот на нём вышло, а у них тоже воняет, у них тоже выложено. Это очень популярно, но не помню. Очень популярно. У них потом даже уже, когда пошли ютубовские стримы, сейчас, знаешь, вот модно, канал у тебя есть, и там есть музыкальный, я имею в виду, какой-то, и там есть ютуб-стрим, на котором нон-стопом что-то играет. Это как-то грустно, но допустим. И вот у них есть тоже, был. У них постоянно. А, я вспомнил, да, да, я вспомнил, что играет, но я не вспомнил, как называется, это самое главное. Я сейчас, ты меня обнадёжил. Там есть UKF, известная в курочке. Но это не UKF, это вот из той же эпохи, начала 2010-х, но да. Ну, пока по хрену. Так вот, Edison Software, которые нам, собственно, об этом пишут, у них, оказывается, тоже слезали. Их логотип просто тупо подчистую, какие-то канадцы. Edison Security, Canada. Просто даже вот надпись Dyson, ну, если букву E опустить, так скажем. Так. И они говорят, блин, а может мы скопировали? Ну, и они нам показывают из веб-архива, что у них уже в 2007 году был этот логотип. У них, конечно, выглядело как тупое говно сайт. Но неважно, сам факт того, что у них действительно был этот логотип в 2007, а в 2014 у Edison Security еще не было такого логотипа. То есть они реально наткнулись на это, тупо слезали абсолютно и все. И такое бывает. Слушай, вот если бы у нас кто-то вот так подчистую слезал логотип, если, во-первых, если бы мы его не слезали передать. Вот именно. Если бы у нас его слезали, мне бы даже это как-то и понравилось. Есть в этом что-то такое. Ну, надо посмотреть. Могут слезать, знаешь, и вдруг не понравится. Там что-нибудь приделают куда-нибудь, к ракетке нашей. Или к зиме. Ты имеешь в виду запрещенные организации в РФ какие-нибудь начнут использовать? Или органы запрещенные будут прям втыкать в нее. Например. Ну и здесь опять же, типа, вопрос, есть ли логотип у Хабра-Хабра двойник? Охренеть, ну вот это самый непопулярный логотип. Просто сделали лонг шэдоу у Бу-Бу. Да, то есть именно поэтому первый самый комментарий у логотипа, которого нет, и двойников быть не может. Просто уничижение такое максимальное. Вот так вот мы рассмотрели с тобой первую тему. Ну, я считаю, для первой темы в новом сезоне ты нормально заехал. Слушай, я вообще, вот я искренне, как настоящий художник, так скажем, я вот, вот мы сейчас с тобой делаем этот выпуск 140-й, я им уже недоволен. Все, тебе нравится, да? Мне хочется сжечь по Гоголе просто как второй том «Мертвых душ». Ну. И это, возможно, просто у меня некая бесподкастная лихорадка. У меня немножечко штормит еще. Я еще вот не привык, я не смог впрыгнуть вот в это седло свое, которое здесь пылью-то все-таки покрылось. Ну, я думаю, что ты скоро втянешься, тебе будет просто хотеться. Я, как обычно, это было. Ты будешь смотреть на вот это на фронтендер, на комментарий. Хочется прям пальчики после него облезать, как после курочки. Да-да-да. Может быть, может быть. Ну, а пока мы давай расскажем всем новичкам. Расскажем. Расскажем. Поповедаем о том, что у нас вообще есть. Мы кто вообще. Как? Недавно, недавно тут скидывали на медне, что мы в каких-то там топах немножко есть подкастная жизнь в iTunes случайно. И вдруг вы случайно попали на нас, ни разу не слышали и вот опять 140-й выпуск каких-то пацанов, которые там картавят, шепеляют, пердявят, что-то делают про Украину, шутят и так далее. И ржут постоянно и говорят все не по теме, не про веб. Короче, вдруг, если вы заинтересовались, у нас, во-первых, есть сайт eubesign.ru, на котором вы можете оставлять темы к подкастам. И мы можем даже, вот, допустим, ты, Алексей, или ты, Михаил, или ты, Николай, берете, оставляете темку. Я русские имена абсолютно называл, не знаю почему. Почему ты Рудольф не называл? Рудольф, ну извини, Рудольф. Я просто лосея абсолютно не уважаю. Ну ладно, не об этом, это шутка была. Короче, сайт есть eubesign.ru, там есть в... Если вы на десктопе обязательно открыли, то есть справа в сайт-баре темы. Тема для тем, для ваших. Вы можете оставлять. Для этого можете, кстати, зарегистрироваться, чтобы вам было удобнее оставлять и в последующие разы темы. Все это работает. Чтобы не вводить в эту почту каждый раз имя. Хотя вот есть определенная категория людей, которые специально не регистрируются, чтобы каждый раз под разными именами полностью скейернг. Тима, твоя мамка. Ну это бог им судья. Мамка твоей мамки. Бог им судья, и как бы размер их достоинства мы не будем унижать. Но самое главное, знаешь что? Нам тут недавно предложили в комментариях, что может быть прикрутите логинку через социальные сети? Мне кажется, сразу такая помойка начнется. А у нас сейчас как там? Не помойка? У нас сейчас элитарное общество. Все в белых перчатках сидят. Кстати, напишите, кто у нас из элитарного общества типа фронтендера. Напишите в комментариях. Опять же, тоже будет интересно. К следующему подкасту. Вот вам вообще как? Логинка через ВКонтакте? Одноклассники, может быть, вас интересуют? Может быть, ЖЖ. ЖЖ? Вот. И будете... А то жирная жопа. Понимаешь? Первый раз такую шутку принял, хотя столько на поверхности, Понимаешь? Но мы тогда спалим у всех фронтендеров их имена и фамилии. Хотя они и там могут быть под фейковыми именами и фамилиями. Почему бы нет? Так я не знаю. Я не очень люблю логин через социальные сети. Вот мягко скажем, не очень люблю. Я настолько вот в этом олдфаг, что я искренне... Вот мне, когда я захожу на какой-нибудь сайт, типа там Reddit условный, по-моему, там есть возможность залогиниться под фейсбуком. Ну, допустим. Хотя на Reddit, по-моему, нет. Не помню. Я просто вегался. Ну, хорошо. Окей. Не помню. Трелла. Есть возможность всегда нажать вот эту серую кнопку или даже ссылку у него продолжить регистрироваться с помощью e-mail по старинке, чтобы тебе на почту пришло говно, ты это ввел там и так далее. Мне кажется, это более буллитпруфно, чтобы никто лучше данных никаких обо мне лишних не знал. А зайду я через фейсбук, мне сразу там начнут рекламировать трусы какие-нибудь опять там, стринги мужские. Ну, обычно через наш сайт там только трусы и носки. Короче, еще раз, ewebdesign.ru, если вы не знали, поинтересуйтесь, что там, просто поинтересуйтесь. Еще у нас, кстати, там есть, ну, это для тех, кто уже старичок, для тех, кто такой знает, что пацаны делают свое дело 140 выпусков подряд, ewebdesign.ru slash donate есть для вас, страничка. Да. Можете закинуть нам копеечку, и мы такие будем супер рады. Поддерживайте нас, пожалуйста. Наша страница на Патреоне тоже на подходе, но вы нас поддерживаете. Если не вы, то прекратится существование наше, оборвется жизнь нашего подкаста. Кроме этого, у нас есть... А мы еще в зародыши находимся, у нас еще просто, вот, я даже не представляю, мы еще не смышленыши. Как говорит Шнур в группе Ленинград, нам 20 лет, мы молодая группа. Вот мы молодой подкаст, 140 выпусков, все. Вот именно. Поэтому обязательно поддерживайте нас, мы каждого из вас, за каждого из вас ставим свечку. Ой, я каждый день вставляю свечку, все за каждого... Короче, есть еще в Телеграме, есть в модном вот этом мессенджере вашем, любите вы его? Канал в Телеграме есть и группа. Группа там, это... Каждый раз их путаю. В группе разговорчики в строю. В группе разговорчики. Короче, это чатик условный. А канал... А канал там новости. Там новости. Короче говоря, это все... Там всякое. Мемасики. Да, на ewebdesign.ru slash about, по-моему. Да, slash about. Там всякое. В том числе у нас есть, кстати говоря, стикеры в нашем паблике ВКонтакте. vk.com slash ewebdesign. Стикеры на ноутбуке. Это, опять же, для старичков, кто такой, хм-хм, что бы наклеить на ноутбук. А вот стикеры, например. Кстати, чтобы ты знал, после приезда уже два стикера шипнуто было. В Украину? Я не буду дианонимизировать наших подписчиков. Нашего Дмитрия Николаева. Чему-то я хотел сказать. Из Борисполя, да? Прямо из аэропорта. Борисполя, да. А он там вместе с елкой тусит. Ладно, окей. Короче, чуваки. Это наши стандартные темы, которые мы каждый раз говорим. А теперь дизайн. Еще снова дизайн. Новый. Ну, блин. Не хочешь, что ли? Хочешь светские новости? Фронтендер нам комментирует. Встречайте, очередной дизайн три под Бабича. Скобка. Что-то опаздывает колясик. Тема объезжена и облизана вдоль и поперек. Я просто очередной дизайн триппер от Бабича подхватил в том, что... Фронтендер давно его, походу, подхватил, потому что он прям жирнит здесь, курсивит. Я вижу, я вижу, кстати. Вовсю. И чтобы ты понимал, здесь он четверостишья написал. Я написал эпиграмму. Знаешь, по гавтону должен тут... Подожди, я, если честно, думаю, это четыре разные ссылки, но теперь понимаешь, что действительно... Нет, нет, это одна ссылка четверостишья. Я тебе... Давай, читай. Сверхбессмысленнейшее слово. Сидит в голове у Бабича неспроста. Просто слово-слово в три слога. Имя ему пустота. Это фронтендер? Ты сам написал вот такие гениальные строки? Ну, слушай, вот судя по их рваному хорею, ямбу иногда... Акфиббрахию? Конечно, сам. Ну, просто это же Есенин нашего времени, получается, фронтендер. Я бы даже сказал... Маяковский. Да, потому что действительно рвана. Ну, давай, Бабич, что там? Ник Бабич пишет на Springboard. Mirium.springboard.com. Springboard — это какой-то очередной сервис для прототипирования, для какого-то говна. В конце там он об этом написал. Он уже не может не рекламные посты писать. Здесь, кстати, вот что характерно, у меня уже, похоже, измененное сознание, миллениал. Я смотрю Ник Бабич, да? Его ник вот здесь. И его аватарка, она в кружочке. В таком, как будто сторис есть активный миллениал. Я тоже почему-то про это подумал. Я как бы не жму, конечно, потому что здесь при наведении его профиль. Но прям вот хочется уже сторис посмотреть, как он там какие-нибудь геопозицию, погоду прикрутит нам. За окном, кстати, сейчас. Не, ну это прикольно, конечно, но его читает, между прочим, 39 тысяч человек. Он как бы не хрен собачий. Followed by 39k people. Мне интересно, это именно медиумные фоллоу? Видимо, да. Но, конечно, вряд ли Springboard вообще имеет такую аудиторию. Не, не, может быть, твиттерные. А хрен его знает. Ты же помнишь, что медиум и твиттер, они срослись? Да, может быть. Как опа-опа, срослась? Ну, слушай, а вообще вот помимо фотографии божьей коровки на белом листе, что там вообще пишут? Кстати, что характерно, вот этот featured image, эта миниатюра записи, она очень четко отражает содержимое самой статьи. Блин, ну это какие-то метафоры. Так это круто. Это прям реально круто. Статья, как всегда, про Negative Space. О том, что пустое пространство нужно и важно. И здесь нам говорят о том, что вот если бы не было вот этого белоснежной ткани, на которой сидит божья коровка, не было бы такого акцента на этой божьей коровке. Если бы здесь были куча лотков китайских на рынке, мы бы не заметили божью коровку. Только используя Negative Space мы можем расставить акцент. Ну не только на самом деле, но и с помощью этого в том числе. И фронтендер прав, тема избитая, как хрен его знает что, но, но, почему бы не повторить мать учения? Тем более, что все это при поддержке springboard.com. Не, ну это естественно. Тогда давай самые интересные моменты бабичевские. Освети. Да, во-первых, цитата Яна Чичольда, что пространство white space нужно оценивать как активный элемент, а не пассивный бэкграунд. Какие-то, по-моему, зэковские темы прослеживаются у Чичольда. А тем не менее, вот так вот. Я, кстати, 50 хлопочков поставил бабичу за этот пост. Но у него уже 7000 хлопочков. Да, 7357 у меня. Что такое white space? Ну, он говорит, это пространство между элементами на странице. То есть, тот, так скажем, тот элемент, который максимальное место занимает. Если действительно расценивать white space как элемент, то вот так вот. Здесь, кстати, картина Малевича. Это не просто квадраты. Это картина Малевича. Да, и называется оно «Супрематизм автопортрет в двух проекциях». Автопортрет. Где ты здесь видишь, Малевич? Я так понимаю, что это всё он. Просто как бы... Нет, что ты смеёшься? Не понимаю. Это реально всё он. И просто он как бы... А где, хорошо, где первая проекция, а где вторая? Ну, низ — это синее. Это в джинсы его. Синие. С ногами. А он в джинсах ходил, Малевич. Вот смотри, это джинс и ботинок. Ну да. Как бы впрочем. Это джинс и ботинок, конечно. Вот это квадрат. Такой прямоугольник коричневый. Это его ремень. Это ремень его. Нет, это ремень. А жёлтая — это его рубаха. Нет, но жёлтая — это трусы. Жёлтая — это... Белая. Ну вот я не знаю, что это за круг. Это, наверное... Это его причиндалы. Наверное. А квадрат — это его голова, как бы, с мыслями. Ты что, дружуешь, что я не понимаю? Я только сейчас понял, что ты сначала говоришь, что ремень — это коричневый квадрат. Да. Я-то думал, что чёрный. Огромный? Да. Я подумал, я говорю, чёрный — это голова. Ты говоришь, нет, ремень. Я говорю, ну ладно, ну видит так, чувак. Ну почему бы и нет? Нет, ну это совсем. Ну явно, голова — это квадрат, потому что... Нет, штаны и ботинки, они прям прослеживаются. Прослеживаются абсолютно. Прямо в профиле. Он как светофор пешехода в бок идёт куда-то. Ну ещё на мусорку похоже эта синяя хрень. Знаешь, что, короче, я хочу тебе сказать? Он просто использует свой вот этот квадрат. Он его наверняка первый раз нарисовал, все оценили, забалдели. А теперь он его везде... Ну в смысле, понятно, что тогда он его использовал везде. Потом. Этот квадрат. И вот он его теперь вместо головы у него. Ну, есть микрошанс. Не микрошанс, точнее. Я просто не вникал, но я слышал, что есть история о том, что вот этот его чёрный квадрат — это уже его пятнадцатая попытка продать квадрат. И просто ему на пятнадцатый раз кто-то его там пропиарил, где-то про него написали, и у него попёрло. То есть там всё достаточно банально и прозаично, к сожалению. Мы же с тобой, по-моему, демагогию разводили про эту тему, опять же, в подкасте, про то, что чёрный квадрат — это там может быть символ будущего, что это будет телевидение, компьютер и так далее. Человек смотрится в квадрат постоянно, что квадрат и квадрат, везде телефон и так далее. Что типа он предусмотрел, предугадал, когда ещё не было компов, телеков. Он уже тогда знал. — Я, по-моему, это в другом подкасте каком-то обсуждал. — Нет? — Потому что я как-то не это. — А как тебе сейчас-то посылают? — Мне нравится, мне нравится. И я, возможно, даже это уже слышал. — Вот мы с тобой просто обсуждаем. — Я в какой-то просто параллельной вселенной, видимо, сейчас нахожусь, потому что я не могу вспомнить где и — Мы против употребления наркотиков. — Мы против. Мы ни в коем случае не пропагандируем. White Space не должен быть белым, это очевидно. И почему... Здесь нам сразу... Кстати, вот эта новиночка, новулечка, я вот для себя не мог этот момент, так скажем, выделить, что есть macro-white space, а есть micro-white space. Макро — это тот, который мы приняли считать, гигантское пространство между большими элементами, а micro-white space — это внутреннее пространство внутри этих больших элементов между маленькими. То есть macro-white space — это всё белое пространство на сайте Airbnb. А именно про сайт Airbnb сейчас идёт речь, слушатели, просто представьте. Между большими блоками текста куча пространства слева сбоку — вот это macro-white space. А пространство между строчками в этих блоках текста и маленькое пространство там вокруг картиночек — это micro-white space, но оно тоже важно, и дальше мы посмотрим почему, потому что ты говоришь самое интересное. Вот самое интересное — это 7 способов, как white space может вообще повлиять на UX. Для тех, кто не помнит, UX — это то, какие эмоции вызывает у нас интерфейс, программа или там книга, любой предмет. UX — это пользовательский опыт, который мы переживаем в момент взаимодействия с subjim. Хочется форумный жаргон этот использовать из начала 2000-х. Ну, тогда автор выпей яду, я не знаю. КГАМ-то имеешь в виду? Первое. White space нам помогает выделить конкретные элементы. Мы уже на примере божьей коровки рассмотрели, поэтому чем больше white space вокруг объекта, тем больше мы на него обращаем внимание. Нас заставляет прям вот эта всё пустота сконцентрировать внимание на том единственном, что мы видим. Сразу вспоминается матрица, да, вторая, когда Neo в белом вот этом говне оказывался один, чёрный. Ну, не только вторая, когда он, по-моему, это в первой был. В первой. Морфеус ему это показал. В полной пустоте. Во втором он на вокзале был. Тоже там был белый вокзал, и он был в чёрном, опять же. Да-да-да. И там где-то под лавочкой лежало что-то. Что там лежало? Какой-то младенец. А, это Волан-де-Морт и Гарри Поттер в последний. Твою мать, младенец, Neo. Мы против него. А, мы против вообще. Вот Google здесь нам сразу предлагают о том, что у них супер white space. И это правда. То есть их логотип и их поисковая строка на главной странице, они прям приковывают внимание, потому что больше ничего-то, собственно, и нет. Я сразу вспоминаю, их неудачный проект, помнишь ты его или нет? А и Google. Я не помню, о чём там. Ты мог, если ты залогинен под собой в Google, то у тебя стартовая была своя собственная, как Яндекс, с виджетами, с погодами, можно было RSS-ленту какую-нибудь вывести и так далее. И я на полном серьёзе даже и пользовался этим. Но потом что-то прикрыли, да? Потом как-то, я не знаю, или я забил, или прикрыли. Возможно, сначала я забил, а потом и сказали... Саняка не юзает. Вот именно, прикрываем. Так вот, это первый пункт, выделить какой-то объект. Второй, чтобы сгруппировать то, что имеет отношение какие-то между собой. И вот здесь сразу 12 точечек. Классический пример, который нам прям вот явно показывает, что хоть точечек и 12, мы их воспринимаем как две группы точечек. Почему? Потому что они между собой маленькие, у них micro-whitespace маленький, ну и они разделены между собой. То есть мы видим прям, что они сгруппированы. Простите за тавтологию. В группу сгруппированы. То же самое здесь есть скриншот формы. Если метка около input расположена близко, то у нас есть ощущение, что это единый кусочек. Input с лейблом. А если они разрежены, и пространство между ними всеми одинаковое, то у нас нет никакого понимания, какой лейбл к какому input относится. И вот это классическое, знаешь, ты смотришь на лейбл и думаешь, а это к верхнему или к нижнему input подпись? Вот если бы их грамотно сгруппировали, то таких вопросов бы не оставалось. Ну здесь еще пример более сложной формы, не обязательно его рассматривать. Следующее, это предотвращает визуальную, так скажем, бардак. Ну здесь сразу, опять же, классический скриншот из Microsoft Office 97-го. Где они его постоянно достают, я не понимаю. Ну, и он, видимо, гуклиться. Microsoft Office 97 Clutter. Пишешь? И да. Ну, понимаешь, любые минусы того офиса нивелируются тем, что там была обводка муравьи. Абсолютно согласен. Фейерверк. Во-во. То есть, ну, хоть что ты сейчас придумай, плиточный интерфейс все так меркнет по сравнению с тем, что были муравьи. Так вот, и тут нам показывают все панельки включенные. То есть, я тоже пробовал, включал. Здесь даже есть некоторые продублированные, к сожалению. Видимо, так сказать, для драматизма. Например, вот, сохранить в PDF кнопочка, она два раза. Ну, может быть, чтобы не забыть, знаешь, два раза на всякий случай. Это просто от Photoshop. Специально сделали, чтобы нагнать жути, хотя по факту все было не так ужасно. Ну, ладно, неважно. Какой-то сайт непонятный, armgreen.net. Значит, armgreen.net. Лучшие там дроны, говно, покупай только у нас. Какой-то непонятный. Мистер Портер здесь. И здесь сразу показано о том, что вот тут, типа, нету никакого бардака. Здесь все разделено. Хотя, на самом деле, тоже как-то уж очень сжато. То есть, вот все... Текст маленький какой-то. Я бы его сделал покрупнее и расставил подальше. Но мне здесь понравилась, опять же, новиночка, новулечка. Правило 5 секунд. Знаешь, что оно значит? Смотришь на страницу 5 секунд, потом отвлешь глаза, и что вот тебе запомнилось? Если что-то запомнилось, прям хорошо структурировано, значит, гениальный сайт. Вот, например, я недавно вышел GoPro Hero 6. Я зашел к ним на главную, чтобы, так сказать, ознакомиться официально. Я до сих пор помню, как выглядит их главная. Хотя я даже меньше 5 секунд на нее смотрел. Просто сразу перешел по большой ссылке Hero 6, и все. Я, знаешь, это даже не так легко сделать. Мне сразу связной просит меня купить эту камеру. Не, ну GoPro.com. Не, я понимаю. Ну, знаешь, что я хочу сказать про это? Во-первых, правило 5 секунд, это обычно, когда у тебя что-нибудь упало, и можно за 5 секунд успеть поднять и скушать. И да, микробы еще не набежали. Вот. А во-вторых, я сейчас сам зашел на... И что ты там помнишь? Давай вот тебе проверим. Просто все. Большой баннер, гигантский. Сверху есть камеры, аксессуары. Там что-нибудь, саппорт какой-нибудь. И по центру сразу такая-то GoPro. GoPro, цена и кнопка условная. И, кстати, да, сразу кнопка. Возможно, там даже это слайдер. Или его можно менять, или он сам меняется. Ну, короче говоря, там ничего лишнего нет. Ничего лишнего нет. Все вот очень обычно, и это неплохо. Четвертое. Whitespace помогает провести пользователя тем путем, которым мы хотим, чтобы он прошел. То есть здесь сразу пример Dropbox, что у них все по диагонали. Текст, картинка, потом картинка, текст, потом опять текст, картинка, и картинка, текст. То есть все зигзагом сделано. И Whitespace нас просто ведет, наш взгляд от одного к другому. Мы плавненько ознакомливаемся со всем контентом в том порядке, в котором задумывал автор. Также еще негативное пространство помогает нам увеличить читабельность. Ну и в самом деле, если расставлены все грамотные линии, все строчки, между абзацами есть какое-то пространство. У списков есть отступы слева, там сбоку и так далее. То читабельность повышается просто в разы, и нельзя это недооценивать, когда три параграфа все сжатые между собой и не отделяются никак от заголовков. Ни хрена не понятно, хочется просто бросить, ничего не читать. Шестое. Он используется как визуальный разделитель, но это уже высосано из пальцев на самом деле. Как бы это все входит и в пятое, и в первое, и во второе, поэтому я даже не буду на этом останавливаться. И седьмое, вот это уже едва уловимый какой-то путь, как негативное пространство влияет на ее эксета, создает ощущение элегантности. Что? Ну, слушай, бабишь уже на каких-то других уровнях находится. Ну, то есть, опять же, я понимаю, что это эстетично, когда нет ничего лишнего. Как clean, simple. Когда, опять же, там нам говорили про... Нам говорили, в подкасте мы с тобой смотрели, что в суперкрутых брендовых лакшери бутиках очень малая выкладка. Там нету вот этого, все размеры лежат, все. Вот это там заходишь, и вот по центру столик, там две футболочки, каждые 3000 евро. Сбоку очки, там какие-то туалетная вода одна стоит, там две, одна мужская, одна женская, и все. И ничего лишнего. И консультант один к тебе подходит. Здрасте, извините, выйдите отсюда и ботинки почистите. То есть, вот в таком аспекте... Кстати, я сразу вспоминаю, сейчас маленькая короткая история, лирическая. Когда-то был на экскурсии на заводе Орианта. Так. И там, кроме всего прочего, кроме гигантских сборочных линий с газировкой, где все льется просто там в эту... В какую-то... Ну, там типа ливневок, конечно, на полу, куда все сливается, что случайно сливается. Хочется верить, что эти ливневки потом не ведут обратно в ту бочку, из которой развязываются. Или в бутылки сразу не ведут. Да, или хотя бы сразу в бутылки не ведут. Так вот, кроме всего этого, там был маленький-маленький цех, реально. Там пространство 300 квадратов. Из этих 300 квадратов занято 10. Маленькая сборочная линия делает премиумный коньяк. Этот премиумный коньяк сразу в Москву ушел. То есть его у нас даже нельзя было купить, ориантовский коньяк, и он сразу шел в Москву куда-то. И вот то же самое. Там гигантский цех, 300 квадратов. Чуть-чуть-чуть в уголочке занято. Он был белый как раз. И очевидно, что просто, ну, цех не использовался, и они разместили эту сборочную ленту, ну, здесь. Просто, ну, это их завод, что хотят, то и делают, в конце концов. Ну да. Но вот это ощущение лакшери, оно вот было даже у меня, когда я туда пришел. Но, понимаешь, это не бутик, то есть туда так-то случайные люди не заходят, поэтому не было смысла это делать специально для ощущения лакшери. Но только если ты не хочешь, чтобы твои эмплойис, то есть работники, работали в атмосфере того, что они делают лакшери продукт, и от этого они, типа, лучше работают. Но то, что у нас на заводе Орианта настолько глубоко что-то продумывали, я прям крайне сомневаюсь. Ну, туда, но в каких-нибудь IT-компаниях, дорогих богатых. Ну, это понятно. IT-компания, где Орианты, где IT-компании. Там open space, во-первых. Open space. И там как раз не white space, там люди на людях сидят, муравейник, до свидетельства. Но вот в крутых IT-компаниях там нормально. Окей. И здесь самое главное еще пару слов о держателях акций. И здесь бабичным говорит о том, что вот есть, говорит, наши заказчики, еще кроме всего прочего. И они вот любят, а чего тут пустое место? Давайте сюда еще какой-нибудь баннер Яндекс.Погоды поставим. И вот нужно прям вот мучиться, но доказывать им, что это плохая идея, потому что это им кажется, что это круто, а пользователю это нахрен не надо, его сразу все это дезориентирует. Он теряется и уходит к конкурентам, где более дальновидные заказчики оказались. Вы вот используете негативное пространство, понимаете, что оно нам нужно и важно, и да. Окей. Ну, отлично, что? Слушай, знаешь, по-моему, бабич, он раньше какие-то не такие темы писал. Мне вот кажется, что он как-то больше, во-первых, в теорию ударился в какую-то, а во-вторых, в какие-то более дизайнерские. Раньше как-то что-то он такой. Раньше он сугубо интерфейсный пацан. Да, да, да. Все к мобилкам, как ты любил его еще, шпынять и нашпынять. Я сейчас тоже уже не шпыняю, потому что человек уже где-то там в других. Чувак уже тонкие материи улавливает, он уже прям вот понимает. Хотя, опять же, повторюсь, тема сто раз с нами, даже нами обсосана. Еще Керри Казинс про нее сто статей написал, которые мы тоже обсуждали. Поэтому, ну, парочка интересных каких-то вещей здесь было. Повторение мать учения. Ребята, задумывайтесь о своем негативном пространстве. Оно еще как сыграет вам службу. Окей. У нас еще есть одна тема в дизайне, кстати говоря. Я ее дропнул. У нас нету больше никаких тем. Подожди, а какая? Оптический обман при разработке. Да, да, я ее дропнул. Она неинтересная была. Простите, это мы выражем. Тогда светские новости. Светские новости. У нас, кстати говоря, светских новостей настолько много, что у нас, мы же как бы в пусть говорят превращаемся. Поэтому их очень много, реально. Кстати говоря... Слушай, вот первая, она уже не очень светская. Фронтендер предлагает. Говорит, статья весьма и весьма спорная и противоречивая, на мой взгляд. Но как предмет для обсуждения, самое то. А какие плюшечки и рюшечки хотели бы видеть? Вы, наши урожаемые астромены. Он имеет в виду про идеальную ОС. А ты хочешь такую? Вся тема состоит из того, что чувак фантазирует. То есть, автор статьи, идеальная ОС переосмысления операционных систем для десктопа, просто вот фантазирует. И говорит, чтобы типа долго не читать, говорит, давайте просто подумаем, что сейчас все системы операционные скатились. Отписка. Они такие прям раздутые, тормознутые, напичканные лего си-хламом, как здесь написано. Что вот невозможно просто пользоваться. Вот берешь вот винду, и она прям вот ворочается еле-еле уже. Самое главное, как я понимаю, это перевод. Да, это перевод. Здесь чувак очень любит называть десятую винду не Windows 10, а 10 Windows. X Windows. Почему? Не знаю. Как-то вот такой вот крутой пацан. Ну, во-первых, X это оболочка графическая в Unix. Может быть, тут он по отношению к этому. Может быть, мы еще чего-то не знаем. Хотя он пишет, требовались огромную усилию, чтобы запустить Doom с 3D ускорения в X Windows в середине 2000. А, значит, он имеет в виду, что в ОС, типа в оси, наверное, на оси. Может быть, может быть. Скорее всего, это не имеет конкретно про десятку значения. Это, скорее всего, просто про винду. Короче говоря, здесь я не буду... Вообще грустно. Я тебе уже скажу от себя, что начиная с восьмерки, например, винда очень сильно зависит от скорости накопителя. Ну, и от скорости накопителя. Раньше на беспонтовых, аидеишных жестких дисках, там, на 40 гигов у тебя XP-шка нормально ворочалась. И понятно, что на SATA 3 каком-нибудь жестком диске, а такие бывали тоже с XP-шкой, она нормально это определяла, на них будет работать быстрее и удобнее. Но не было такого дискомфорта, как сейчас, когда ты только включаешь компьютер, и у тебя в течение 10 минут всякие обновления на одно, на другое, на третье прилетают. Если у тебя не SSD, ты просто хочешь наблевать сам на себя, и все. Такое чисто, что они заключили, знаешь, контракт с чуваками, которые делают SSD-хи. Это все уже одна организация, у меня все просто уже, да. У нас одна из Evil Corporation. В общем, не будем долго, на самом деле, сидеть, просто чувак фантазирует. Тот чувак, который переводит, он его переводит. А тот чувак, значит, рассказывает, что было бы круто на Raspberry Pi запускать вот операционки. Классные, большие. Сейчас, говорит, вот операционки не позволят тебе просто так взять и запустить на маломощной машине себя, потому что у них есть куча проблем, которые накопились еще с 1800-бородатого года. Например, такие как, сразу перейдем к этим проблемам. Да даже не то, что перейдем, вот он сначала сетует на то, что вот нет инноваций никаких. Да? Вот что нам предлагает следующая винда? Что Макс следующий предлагает? Он бежит, что... Не, ну, последняя инновация была голосовой помощник. Я не знаю, насколько это все инновационно, но допустим. Ну, вот для этого чувака фантазирует, естественно, это абсолютно не инновация. Хотя они, кстати, там обещают новую файловую систему, между прочим. В следующем, ну, не в Хайсе, а в следующей, как я понимаю, итерации. Сейчас там macOS Extended, и, слушай, ну, интересно. Че, вот опять же, ну и че? Файловая система, че? Быстрее, больше размера кластера и все, что ли? Че-че? Тем не менее, че-че, вот тем не менее. Он говорит, конечно, сейчас рынок это все-таки мобилы. И теперь делать десктопную ось, какую-то очень крутую, улучшать ее, это вообще не рынок, вообще не бабки, абсолютно. Хотя, казалось бы, корпоративный сегмент, он вообще не уменьшается. Ну, видимо, я Windows Professional, как бы, и нормально. Так вот, короче, про Mac, он много говорит, что вот раньше Mac, так все классно делали. Еще он почему-то вспоминает какие-то там 90-е, 80-е, когда были большие скачки сделаны по отношению к развитию операционки. Mac, а сейчас, типа, все так подостановилось. iFotos, HiNotes, ну, вот все вот эти вот просто игры с хренью продолжают. Ну, и в Винде то же самое, он тоже сетует на этом. Короче говоря, перейдем к тому, что он говорит, что бы можно было поменять вообще, что бы можно было сделать? То есть, именно к его фантазии конкретной. Так, сейчас я найду, где именно. Здесь он очень много минусов пишет. И опять же, такие фантазии тупорылые. Вот, например, он пишет, почему бы не сделать? Вот у меня, например, клавиатура светится, да? У меня, кстати, тоже светится, как у автора статьи. Он говорит, почему бы вот не сделать, чтобы это светилось как-нибудь умно, чтобы нам как-то передавалась информация с помощью этого света. То есть, он уже тут упарывается. Там он упарывается, например, с буфером обмена. Вот, например, почему у нас просто буфер обмена? Вот ты скопировал какой-нибудь кусок текста, да? В буфер. Почему он сразу не может автоматом тебе там другой клавиши поменять цвет у текста, подчеркивание, жирный? Ну, то есть, чувак хочет странных вещей. Так это тоже ни хрена не инновация. Это, ну, это странно. То есть, он, ну ладно. А самое главное, что это не особо удобно. То есть, может быть, это сделать, но этой фичой не будет никто пользоваться. Ну, в общем, спорная статья, как и написал Frontender. Но, тем не менее, что чувак хочет? Для чего нужно, что нужно избавиться? Начнем с этого. От чего? Традиционные файловые системы его бесят. Иерархические, медленные вот эти вот все. С медленным поиском. Не хранят по умолчанию все необходимые нам метаданные. Все межпроцессорные взаимодействия его бесят. Существует слишком много способов коммуникации между программами. В смысле много? Есть какой-нибудь там нет фреймворк, они в рамках него там что-то делают и все. Ну, вот типа он описывает. Каналы, сокеты. Ну, понятно. Интерфейсы командной строки не соответствуют современному использованию приложений. Мы просто не можем все делать в чистом тексте. То есть, вот он хочет, чтобы с текстом одним в KMD.exe ты написал, вот, например, хочет перенаправить свой видеозвонок по Skype в сервис видеоанализа во время разговора. Вот хочет прям взять, но не может. Вот он локотока не укусишь. Да. Оконные менеджеры на традиционных десктопах не следят за контекстом или контентом и не контролируются другими программами. Нативные приложения слишком тяжеловесны, их долго разрабатывать, и они живут в бункерах. Бункер, ты живешь в бункере? Я. Мне тяжело еще разрабатывать, во-первых, а во-вторых, да, живу. Я не знаю, насколько вот вообще можно пробежаться по его вот этим вот придумкам, но мы попробуем. Как-нибудь попробуем. Значит, что он хочет сделать конкретно? База данных документов он хочет сделать. Начнем с общей для системы базы документов. Не будет ли проще создать новый почтовый клиент, если база данных уже готова? UI будет состоять всего из нескольких строчек кода. В реальности многие обычные приложения это всего лишь текстовые редакторы в сочетании с запросами данных. Возьмите iTunes, адресную книгу, календарь уведомления, сообщения Верноут, список дел. Каждая из этих программ оснащена собственным уникальным хранилищем данных. Столько впустую потраченных усилий и помех для взаимодействия. Мне хочется сказать, чувак, напиши сам. Напиши сам. И он здесь приводит в пример какие-то open-source программы, open-source оси типа BOS. Но эти все оси загнулись, видимо, и все. Шина сообщений станет единым способом межпроцессорных взаимодействий. Мы избавляемся от сокетов, файлов, каналов. Все коммуникации только через шину сообщений. Например. Компоновщик. Теперь мы можем добавить компоновщика, конный менеджер, который по-настоящему работает с 3D поверхностями, преобразует координаты и контролируется через сообщения по шине. Вот такую хрень он хочет добавить. Приложения становятся модулями. Все приложения превращаются в маленькие модули со всеми коммуникациями через шину сообщений. Полностью. Больше никакого доступа к файловой системе, никакого доступа к аппаратному обеспечению. Все только в виде сообщений. Я это все читал. Оно, конечно, может быть и удобно, но вот, знаешь, все права, которые на папке сделаны, тоже начиная с восьмерки появились. О том, что там один пользователь создал, а потом ты под другим зашел, он как бы админ, он доменный админ, локальный админ, но все равно. А у вас, кстати, нет прав, там надо что-то зайти, подзайти. Это все вроде улучшает, вроде что-то делают, а все становится только хуже и хуже. Ну да, то есть нет смысла, на самом деле, рассматривать все его остальные тут прикольчики и приколюшечки, потому что, ну, это досвидосик. Тем не менее, кстати говоря, для тех, кто, если новый чувак у нас, у нас все темы, которые мы рассматриваем, есть в описании к ролику на ютубе. Да, в описании к ролику и в посте, в котором на сайте тоже там все описания есть, все ссылки, все расписано. Да, может быть, кстати, давай, знаешь, что последнее, что сделаем? Давай посмотрим, насколько это крутой чувак, которого перевели. Вдруг это гений какой-нибудь. И тогда, возможно, он написал супер что-то такое инновационное, и надо этого придерживаться и вообще. Это какой-то Джордж Мариначчи, какой-то, видимо, итальянец. Я смотрю на его твиттер, его читает 2806 человек. Какой-то, видимо, дизайнер. Орландо, видимо, или что? О-эр, это что за штат? О-эр, это Орегон. А, Орегон, Юджин, Орегон, все, Джош, он дизайн. Ну, окей, какой-то чувак дизайнер вот придумал. Такие, как, как, или может быть, он и не дизайнер даже. Ну, что ты сразу, если он написал, что Джош он дизайн, там старый чувак, у него уже борода седая. Он познал что-то, он что-то познал. Окей, ладно, первая тема есть, вторая тема... Он еще в Мозиле работает. В Мозиле работает, ну, тогда окей. С-курва, она у меня написана в слайке, следующая тема. И эта тема... Подожди, а какие мы хотели бы плюшечки и рюшечки увидеть в нашей идеальной ОС? И мы бы хотели... Например, мы бы хотели себе просто Mac купить, как бы, 2017-го, прошку. Ну, не могу спорить. 256 SSD. Не могу... Да какие 200? Там уже Террика SSD. Да хотя бы 256. Хотя бы Террика. Нет, там Террика 512, которая топовая. Она за сотку стоит. Ну, только далеко за сотку. Вот. И там хорошая ось стоит на таком ноутбуке. Как бы он минусы Джош не перечислял? Да, там нормально. Вот я, знаешь, последнее, о чем я думаю, это файловая система. Вот я иду, и у меня жить это не... Блин, какое говно файловая система. Вот файловую систему перепишешь, и не будет проблем больше никаких. А High Sierra-то поставил, кстати? Ну, конечно. Ну, как тебе? Так никак. Я вообще ничего, ни одного изменения не смотрел, и не было времени разбираться, что они там изменили. Окей. Я тихо надеюсь, что она меньше жрет батареи и быстрее работает. Но это, конечно, тоже спорный момент. Там где-то C-Curva новость. Я, кстати, очень надеюсь, что... Я вот забыл посмотреть перед этим. Да, есть свободное пространство. А у меня даже еще и первая бета. У меня уже High Sierra не просто 10-13-0, а 10-13-1. Нихрена себе. Как бы вот, да, как всегда у меня. Давай, C-Curva. Вова, кстати, я не понимаю, почему C-Curva. Вова прокомментировал, говорит. А, потому что в четвертом комментарии к этому комментарии 29Fab пишет, что с юридической точки зрения C-Curva. А, окей. Я даже читаю еще тут байки. Ты читаешь байки. В общем, Вова предлагает нам статью про то, как чуваками мордой в пол клали. А именно чуваков в Костроме задержали трех подозреваемых в обналичке биткоинов. Управление уголовного розыска УМВД России по Костромской области мордами в пол положили чуваков. Это так не написано, но я цитирую практически. Geek Times, они, короче, пытались путем использования одной из международных платежных систем и площадок по обмену биткоинов обналичивали битки. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, безусловно, частью второй статьи 172 УК РФ. Пацаны, кто знает, может быть, кто-то уже проходит из наших слушателей по 172-й или все по 228, я не знаю. Короче, слушай, вот ты мне подскажи, не то, что как знаток, а как друг у тебя знает. А как я хочу обналичивать? Допустим, у меня есть биткоин, вот сейчас. Но нету, конечно, но допустим, если был бы. Я его никак не могу обналичивать в условиях страны России. Да можешь, много бирж есть, много есть частных лиц. Нет, я к тому, что это законно, легально, чтобы меня мордой в пол не положили, как в Костроме пацанов. Понимаешь, самое легальное, это себе через какой-нибудь свифт их перевести на банковский счет, пойти уплатить еще налоги с этого. Вот это легально было бы. Но никто так не делает. Ну, конечно, зачем? Ничьи друзья так не делают. Ни один друг. Это все через биржи просто делается и все. Причем зачастую ты это себе в доллары делаешь. Ну, в смысле, у тебя чуваки покупают биткоин по какому-то. У меня чуваки ничего не покупают, ты мне нищей ничего не делаешь. У меня 172, ничего не знаю. Так и запишем. То есть, значит, у друга покупают, получается, биткоины, какие-то другие чуваки за баксы. И тебе кидают их просто тупо на кошелек. Правильно? Или как? На бирже. Стоп. Некий пользователь с биткоинами. Свои биткоины переводят в другой биткоин-кошелек другому чуваку. Транзакция оформляется. А тот чувак уже по другим каналам нашему лирическому герою переводит доллары. Допустим, на PayPal. Допустим, на аккаунт той биржи. И у него на той бирже лежат типа доллары, которые он, когда ему надо, по чуть-чуть выводит, чтобы не привлекать внимание через другие уже кошельки, системы платежные и так далее. Ну, для тех, кто привлек внимание, здесь есть, кстати, ролик, как их мордами в пол кладут. Если вы любите чернуху посмотреть, то посмотрите обязательно. 5 минут 49 секунд. Ну, там, как обычно, с матами. Я не смотрел, но я предполагаю, как это обычно ОМОНовцы кладут в пол. Короче, здесь дальше есть доски. Прямо с их расписанием. Вот этих пацанов из Костромы, которые работали на битках каждый день и обналичивали их. Тут все прям серьезно. Как будто у них скрам уже. Agile. Угу. Они прям расписали, когда кто выходит, когда заходит, что нужно делать, куда, как. Пацаны серьезно подошли к делу. Видимо, гребли нормальные бабки по одноличению биткоинов. Мы вам делать это не советуем, особенно если вы находитесь в стране под названием Российской Федерации. Но вдруг, если, допустим, у вас друг находится в другой стране, где это разрешено. В Таиланде, кстати, Саня, разрешено или запрещено? Давай так. Так, у них вот бат-валюта, и у нее логотип такой же, как у биткоина, только у биткоина две палочки вертикальные, а у бата одна. Как ты думаешь, разрешено там или нет, мне тоже кажется, что там все уже разрешено. А у них просто электричка очень дорогая. Опять от меня сбежала. Поэтому там это вообще не рентабельно. Там это, может быть, делают люди, которые около подстанции живут, как-то что-то подговорились с их электриками местными. Ну, это так, из наблюдений. Я-то вообще в этом не разбираюсь, поэтому откуда мне знать. Конечно. Вова продолжает комментировать, а мы берем его темы интересные. Кто-то убирает конкурентов. И там еще одна такая интересная тема, солененькая. Просто видишь, очень часто еще людям шьют уже другое. Вот, допустим, недавно была тоже тема. У северных обнальщиков биткоинов изъяли 500 миллионов налички. Интересно. И они это все там делали через 50 левых виза-карточек и 50 левых симок. Ну, не левых, а реально заформленных на друзей, бомжей, родственников и так далее. Костромские пацаны так же делали. Вот. И им пришили тупо незаконное использование сим-карт, кредиток и так далее. То есть у нас же нет статьи именно... Ну, хотя вот тут пришили 172-ю. Банковскую деятельность незаконная. А там просто то, что они чужими симками пользовались и чужими карточками. Хотя, опять же, карточка по-юридически является собственностью банка. Ну, так вот, ты скажешь, это собственность банка, иди с банкой и спрашивай, откуда она у меня там. Ну, так уже, если прямо в натуре. Хотя, опять же, вот друзья некоторые поговаривают, что если к тебе уже пришел ФСБ, то ты даже признаешься, что ты татаро-монгольская ига привел. Понимаешь? То есть как бы там уже немного... Когда на бутылку будешь признать? Да, да, там настолько по-другому уже разговаривают, когда хотя бы что-то на тебя есть. Ну, это, в принципе, логично, с одной стороны. С другой стороны, кстати, пацаны получат уголовный срок, если говорить о прошлой статье. И чуть ли не там от четырех и так далее. Лишение свободы. Ну, это все мы ни к чему вообще не призываем. Это все абстрактные вещи. Нам Вова предлагает все вопросы к нему. Какой-то, да, непонятно какой. Кстати говоря, следующая статья... Если надо, я его айпишник солью. Базара нет, пацаны. Короче, хакер... А он уже в татаро-монгольском иге признается. Хакер.ру пишет еще две статьи интересные про... Ксакип. И Вова же предлагает айпишник, которого мы знаем. Естественно, да. А вдруг он сидит, слушай, с VPN-кой, которая тоже запрещена уже скоро будет. Оооо. Слушай, он, возможно, с разных айпишников еще себе новостью предлагает, чтобы мы его трассернуть не смогли. Короче, Darknet Market Ramp, Который, между прочим, торговали всякими различными препаратами, тип наркотическими. Не призываем. Не призываем, абсолютно. Сообщилось закрытие МВД РФ. То есть ликвидация крупного русскоязычного Darknet Market Ramp, Russian Anonymous Marketplace. Казалось бы, добренько называется. Но что там делают, мы сами понимаем. Закрытие торговой площадки, чьим основным товаром являются наркотики, стало известно из ответа заместителям министра внутренних дел РФ Михаила Ванечкина. На запрос депутата Госдумы Антона Горелкина. О мерах, понимая, вездано... Короче говоря, их закрыли. Но, как я понимаю, это никого не остановило. Нет, там просто, во-первых, не сразу об этом даже сказали. Ну, закрыли, закрыли. А потом, вы, кстати, вообще работаете? Да, вот, закрыли рамп. Все-таки нихрена себе. Вопрос, что значит, ну, то есть, закрыли, окей. Ну, давай так. То есть, нахлопали всех... Прикрыли домен торговский. Нашли людей, которые за него отвечают. Мордой в пол их. Да, опять же, мордой в пол. И да. Короче, теперь не работает она. По факту, понимаешь, в чем дело? По факту, меньше дряни всякой стало на улицах. Потому что, банально, связь пропала у дилеров и, там, закладчиков. Мне просто кажется, это вообще никак не работает. Ну, то есть, ну, этих закрыли, другие нашли. Согласен, но все равно кто-то задумается, прекратит деятельность. А ты знаешь, как я иногда сижу и пивка охота? Так. Но уже другу охота пивка, но мне. Так. Но, короче, уже 23 плюс лет мне, во-первых. А во-вторых, времени уже 23 плюс. Я понимаю, что, ну, легально в маркетплейсах не купить нигде пивка пойти. То есть, не пойти просто, знаешь, в перекресток. Подожди, а вот друг, а где друг покупал кубы, если бы прям вот приперло? Но, но друзья некоторые в разливухах им наливают после 23, но не закручивают крышу. Понятно, понятно. В втором баношном, так переиначим магазин. В кековом, ну, как говорится. Короче говоря, окей, окей. Следующая, кстати, статья, ну, это все про то же. Пользователи Darknet-маркета Dream Market в панике. С их счетов неожиданно пропали средства. Минувшую среду, 13 сентября 2017 года, торговая площадка Dream Market несколько часов ушла в офлайн, без всяких объяснений со стороны администрации. Считывая судьбу, которая этим летом постигла другие популярные андеграундные ресурсы, это так называется. Dream Market в настоящее время является крупнейшей торговой площадкой в Darknet, куда пришло большинство пользователей закрытых сайтов. Когда ресурс перестал отвечать, пользователи также заговорили об очередной операции спецслужб. В общем, там что-то жесть какая-то. А также предположили, что операторы Dream Market решили скрыться с деньгами клиентов, устроив так называемый exit scam. В общем, в итоге Dream Market возобновил работу в штатном режиме. Теперь некоторые пользователи жалуются на официальном форуме и собрали, что кошельки внезапно опустили. Мне кажется, вряд ли их кто-то ограбил. Там, как обычный баг, им вместо 100 тысяч долларов показывают ноль. Да, конечно. То есть, там, тем более, видишь, там написано, что там все равно в крипте все. Причем ты ее на Dream Market сначала переводишь, и потом они постольку проверяют это все. Ну, как на Steam у тебя деньги. Да, да, да. Ты можешь только их на наркоту сливать, но мы не призываем. Нет. Короче говоря, вот такие с Ксакипа у нас вести. Видимо, на Ксакипе только такие вести и бывают, потому что это сейчас вот самая тема. И им бы как раз про это писать. Я согласен абсолютно, что они делают все как вот под аудиторию. Вообще сейчас, я считаю, что вот для хакера сейчас самое время. Потому что, помнишь, раньше вот хакеры, ну, это типа, знаешь, почитать про всякие прикольчики, как в КМД, Экзе прописать говно и дерьмо, чтобы у тебя там происходило. А сейчас-то, сейчас все, даркнеты, дипнеты, торы. Ну, да. У них сейчас прям вот раздолье для материалов, для журналистов. Хотя, опять же, это ж всегда было. Просто сейчас это хайповая тема. Сейчас хайповая тема в том-то и дело. А вообще-то было все примерно всегда и... Не, базариня, сейчас бы Бобок поржал. Он бы уже, он уже в 88-м каком-нибудь году в дипнете, в ботнете. Что-нибудь употреблял, не призываем. Не призываем. Короче. Сейчас моя кульминация нашего подкаста, я так понимаю. Да нет, кстати. А, сейчас моя тема про CD Projekt. Даже две твоих. Ну, слушай, это... Может быть, ты опять дропнул? Тогда я не ошибся. Это и есть кульминация нашего подкаста. Сабж такой. В CD Projekt Red наметился управленческий кризис. Везде пролетела эта новость на той неделе. А какой тайник на той неделе? 19 сентября. Почти месяц назад уже она пролетела. А для меня это как на той неделе. Уже все в параллельной вселенной, напоминаю, находимся. Компания покидает ключевые сотрудники, а имидж в качестве места для работы падает. Чтобы вы понимали, уважаемые подписчики, есть такой сервис, называется Glassdoor. И в нем, оказывается, анонимно оставляют работники отзывы о том, в компании, в которой они работают. То есть, ну, очевидно, что мелких компаний там каких-то нету. Хотя, может, их можно и создать. Я не знаю, как там проходит регистрация компаний. Но вот на этом Glassdoor CD Projekt Red всего 46% рекомендуют ее своим друзьям. То есть, понимаешь, вот есть условных там 100 работников, и из них только 46% хотело бы, чтобы их друг с ними работал. И это надо сказать, что это не шахта какая-нибудь. Это не, там, не знаю, какая-нибудь столовая. Это CD Projekt Red, это серьезная игровая студия с огромными бабками. Да, давайте фактура. Это польская студия, которая сделала Ведьмаков. Да, а между прочим, что третий Ведьмак охрененно продался, все еще продается и будет продаваться. Да, то есть, игра, безусловно, ААА. То есть, несмотря на то, что первая была инди, можно так назвать, когда они еще только начинали. Да, да, Сапковский, причем, я, кстати, не помню историю, он их консультировал или он их нахрен послал, а потом пожалел? Он что-то сначала консультировал, а потом в итоге нахрен послал, а потом еще и пожалел, да, потому что они как бы пропиарили, по сути, его имя. Ну, в общем, смешно, конечно. Хотя там мерзкий такой чувак, на самом деле. Я вот послушал пару интервью, и он, по-моему, не в себе уже. Ну, слушай, вот ты когда напишешь, Ведьмака, я на тебя посмотрю. Согласен. Так вот, ладно, 46% только рекомендую друзьям, 15% всего согласно сведениям гендиректора компании. На данный момент гендиректор Адам Бадовский. Там, кстати, достаточно молодой чувак. Да, там действительно молодой чувак, такой, как будто бы веселый, с бородкой. А, например, у Ubisoft такие показатели, соответственно, 85 и 98%. 98%, вот представляешь, какая лояльность тех, кто написал ревью на глаз Дори, согласны со своим гендиректором. Да, не специально, мне кажется, один голосочек закинули несогласный, просто чтобы, ну, хотя бы не это. Он сам такой, блин, я не согласен, по шизофреникам. Да, ну, а мне надо сказать, что Ubisoft тоже одна из популярных студий, которая очень богатая. Ну, вот смотри, у CD Projekt Red всего ревью 30, у Ubisoft 781. То есть численность, я так понимаю, прям разительно отличается, тем ужаснее и страшнее эти цифры, 98%. Это армия машинка. Я считаю, что для HR в таких компаниях первонаперво надо вот на этом газдоре зарегаться и узнать все о всех, во-первых. Во-первых, узнать, как относятся подчиненные к своим директорам. Это же анонимная информация. Это же написано, какая компания? Компания, да. И там, знаешь, очень глупо написано наверняка «Мой друг работает в компании» графическим дизайном. Нет, и книг какой-нибудь там «Алекс Комаров» какой-нибудь 77. Да, и это как бы его просто имя и фамилия. Вот да. Просто сложно скрыть, если ты не называешь свои там... Понимаешь, даже если ты в детали начнешь вдаваться, хотя может быть там просто какое-нибудь голосование тупо, но если ты начнешь только в детали вдаваться, типа я или там мой друг работает графическим дизайнером, круг сужается сразу, понятно, какие графические дизайнеры, понятно, кого что взять, узнать и легко... Да, я новенький графический дизайнер, меня приняли вчера в 2 часа. Ну... И как бы те, кто принимают, они стопудово могут посмотреть, кто это был там вчера в 2 часа. Мне только вот из всей этой статьи вот просто вывод хочется. Мне интересно, после вот этого всего, вот этой новости, которая прокатилась по всему миру, пацаны из CD Projekt Red там наверхушки задумались о чем-нибудь или нет? Да, у меня ровно этот же вопрос. Потому что здесь-то дальше будет написано о том, что, ну, все пишут, что очень-очень тяжело работать, все работают сверхурочно, почти никак это не оплачивается. То есть, чтобы сделать Ведьмака 3, походу, надо прям потеть, потеть и потеть. И да, все пишут, конечно, среди плюсов, что отличные люди, интересные проекты, но в целом все остальное крайне сложное. И постоянно они резюме новое размещают, то есть есть и кучка кадров, к сожалению, действительно есть. И все пишут, что многие люди, они просто сидят на своем месте, у них нет никакой мотивации работать, они не хотят. Так интересный же проект. В компании действительно работают только 5 человек, здесь в кавычках написано. Остальные всего лишь получают указания, лишаются должности, если им что-то не нравится. Круто. Интересные проекты, ты говоришь? Ну, они, конечно, интересные. Интересные проекты, в скобочках, Ведьмак 3, больше там у них проектов нет, Киберпанк сейчас 2077. Ну вот, вот я, да. Мне кажется, они до Ведьмака ничего не делали. Да, и после ничего не сделают. Ну, поживем, увидим. Окей. Вот такой курьезный момент, казалось бы. Здесь еще классическая картинка, где вот этот Марчин и Вински. Первый Ведьмак, он такой, ну, нормально. А, взъерошенный? Второй Ведьмак уже взъерошенный, третий уже просто чокнутый профессор. Да. Это смешно, это интересно. И здесь написано, что, ну, скорее всего, походу, так и было. А он один там пашет, походу, за всех. Ну вот, да. Следующая статья у нас про мессенджеры. Опять нам его Вова прокомментировал. И, ну, опять же, такая новость вспышка. Просто у нас много сегодня светских новостей, поэтому, да. Все мессенджеры обязаны встать на учет у российских операторов связи и осуществлять массовые госрассылки. Казалось бы, инициатива неплохая. Ну, представь себе, там, тебе смс-ки не доходят, ты где-нибудь в подвале. Но Wi-Fi роутер у тебя рядом с подвалом есть. И ты, у тебя есть Wi-Fi, но проверить ты не можешь. Ты заходишь, смотришь прогноз. Ну, да, окей, будет такой-то прогноз, все, пошла. Ну, там, не надо ничего делать. Только одеться там и все. Ну, знаешь, вот эти сейчас смс-ки-то приходят постоянно. Типа, вот завтра будет ураган там, ФСБ. А представляешь, тебе в Телеграме это просто будет приходить и все. То есть, казалось бы, безобидная инициатива. Но по факту, кроме, если смотреть уже, ну, там готовятся подзаконные акты, еще это не написано на бумаге. Но, но, кроме этого еще, это первый пункт, осуществлять массовые рассылки. Хотя, ну, наверняка там будет не что-то такое безобидное. Типа, там будет ураган, МЧС предупреждает. А что-нибудь, типа, если вам напишет чувак с ником там Петя Порош, то вот ему не отвечаете ни в коем случае. Петя Порош? Да. Хорошо, хоть не Петя Порош. Так вот, а второй пункт, блокировать определенные аккаунты, номера телефонов по требованию госорганов других пользователей. В первом случае осуществляется полная блокировка, и с определенного аккаунта распространяется противоправная информация. Во втором, у каждого пользователя должна быть возможность заблокировать получение с определенных аккаунтов и номеров на свой номер. Это антиспам. То есть, в итоге все равно контроль, контроль, контроль и контроль. То есть, ну, может быть, это и нормально. Мы здесь, опять же, ни к чему не призываем. Никаких там нет у нас лозунгов и так далее. Просто сам факт того, что, к сожалению, я вот сейчас какое-то время год проработал в здравоохранении, да, в нашем, в российском. И очень часто приходят бумажки. В украинском? Нет, нет, я, к сожалению, в российском. Работал бы я в украинском, я бы сейчас по-другому тут выл. Заговорил бы. Заговорил, да. Так вот, перемога была бы. А зарада была? Зрада только вот у нас в российском. Так вот, очень часто приходят распоряжения, типа, надо сделать вот так, добиться каких-то показателей. И все. Никаких тебе, так скажем, рекомендаций, как этого достичь. Просто есть тупорылые указания, там, избавиться от условно нулевых талонов. Как ты от них избавишься, если очень часто люди приходят, их надо принять здесь и сейчас из-за срочности. Из-за того, что они стоят на диспансерном учете, им не надо брать талон каждый раз, они по закону обязаны просто прийти к доктору, там, к эндокринологу. Их должны принять, потому что у них хронический диабет. То есть, ну, если они будут опять это делать через регистратуру, это будет долго и так далее, а у них срочность условная. А просто приходит бумажка, нет, этого быть не должно. И ты никак не можешь им позвонить, сказать, чуваке, а как быть не должно, если вот это... Ты звонишь туда и говоришь, вот вы выполните, потому что официально там все поликлиники, там, все больницы подчиняются управлению здравоохранения администрации города Челябинск. И хоть ты обосрись. И вот здесь то же самое. Вроде бы идея нормальная, да, там, что-то учитывать, что-то там, рассылки какие-то делать и так далее. Ну, почему бы и нет? Если действительно осуществляется подрыв какой-нибудь там госцелостности, и нужно какие-то меры... Окей, но не надо вот этого... Все, издали закон с 1 января 2018 года, как хотите, мессенджеры, все сделайте. Да нахрен вы им сдались, они не будут ничего делать. И об этом у нас тоже будет, да, новость, да, про Дурова и Иран. Да, да. Вот. Поэтому ждем, ждем, что скажут еще, как обычно. Но перспективы вот конкретно тут, конечно, вообще безрадостные. Потому что, ну, заблокируют у нас Телеграм. Ну, кому легче станет? Вообще никому. Потому что я не помню, я это где-то говорил или писал, но у ГАИ и автошкол вся связь идет через телеграммные группы, например. То есть реально уже в работе это используется. Не в частных компаниях, а именно вот в государственных. Казалось бы, почему бы не использовать какой-нибудь WhatsApp? Какая разница? Ну, там группы есть ли? Ну, хотя нет, там стопудово есть они. Ну, видимо, Телеграм более крутой, там стикеры есть. В WhatsApp есть стикеры? Да наверняка, но это, конечно, есть. Да нету, ну что, я им пользуюсь периодически. Да кого? Ну, Сань, даже в этом, в Viber есть стикеры. В Viber есть, а в WhatsApp нет. Ну, ладно, ты почему Viber не пользоваться? Потому что это рекламная помойка. Не знаю, вот от чего Телеграм не... Телеграм террористическая помойка. А ну и пусть. Понимаешь, ну тоже, ладно, окей, мы это поняли. Короче, смотри, даже не тебе говорю, а всем говорю. Сейчас мы делаем мини-перерывчик. Для вас он в записи будет буквально одну секундочку. А дальше очень интересная тема. Одна большая, про одного важного человека в IT-структуре, в общем, мира. Вот, ты как-то прям с козырей зашел. До свидос, короче, ждите. Ladies and gentlemen, we would like you to present your... Да. Перерыв, блин, сейчас будет сначала, а потом да. Идите, купите там печенек, вкусняшек. Сникерс. Молочка себе налейте, подогрейте его в микроволновке. И слушайте дальше наш подкаст, а мы пока уйдем на маленький перерыв. Че у тебя? Я просто же запись нажал, когда ты это говоришь. Хотя бы скажи теперь, че у тебя. Скажем так, когда мы пили молоко в перерыве, мы капнули на тачпад, и у меня что-то тачпад с ума сошел, если честно. Это я не знаю даже как это комментировать. Может быть он попал туда внутрь, куда-то тачпада. Я сейчас его выключу и включу. Вон молоко? Не помогло. Сдохнуть на подкасте. Кхе-кхе. Я даже не знаю, вырезать это или нет, это, по-моему, прекрасно. Я пока за тебя попробую прокомментировать. Короче. Начать, что тут Вова нам опять предлагает всякое. Начни, начни. А, и он-то нам предлагает даже про зеродиум какой-то. Я не люблю эмотиумы. Слушай, я зеродиум закинулся. Нормально, да. Короче, у меня есть мышка на этот случай. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Вова предложил очень интересный цикл тем, которые не только Вова предложил. Короче, смотри. Во-первых, начнем с легкого. Начнем с легкого. Во-первых, с таким товарищем, как Павел Дуров, недавно случилась Акадия и Коллизия. Он даже написал у себя на странице ВКонтакте. Он ВКонтакте есть. Есть ВКонтакте, кстати? Вот Дуров есть ВКонтакте. Продиктуй свой ID. Вот у него легкий ID. Один. Но у него легкий ID и Дуров, по-моему. Я не знаю там. Нет, это понятно. Один тоже, да? Но если я сейчас вк.ком.ид1, то я тебе уверяю, меня перекидывает на Павла Дурова, да. То есть работает все еще. Короче говоря, недавно произошло такое событие. Пацаны из ФБР, точнее, Дуров раскрыл, что раньше, не так давно, из ФБР, АФБР, это, между прочим, организация в Америке находится. Я думал, ты скажешь, запрещенная в Российской Федерации. Ну, может быть, и запрещенная в Российской Федерации. Вместе с АНБ прессовали работников из Телеграма. Реально. То есть, представляешь, вот, допустим, мы с тобой работники Телеграма. Над нами есть дурч. Да. И тебе просто беспалево вечером, теплым вечером в Греции, ты сидишь дома на своей вилле. Тебе пишут пацаны из ФБР, типа, вкратчиво, легонько, хочешь за 100 тысяч баксов, например, выдать нам, как шифруется Телеграм. Но, ты представляешь, что дурч ответил, что мои сотрудники ничего не расскажут, они давно уже миллионеры. А там 10 тысяч еще долларов, знаешь, предлагали, десятки тысяч. Он говорит, мои, говорит, сотрудники ничего не расскажут, говорит, они миллионеры, говорит, им нахрен эти бабки не нужны. Они сразу слили все дурчу и абсолютно ничего не слили ФБР. Надо признать. То есть, люди верные. Как знать-то? Может, что-то и подслили. Маленько. Но, тем не менее, тем не менее, да. Он уверяет, что ничего не подслили. И в том числе их прессовали, когда они просто ездили в Америку. То есть, условно, у них там есть какие-то... Вот их офисом переезжает, знаешь, каждый день в новом городе. И когда вот они ездили с сотрудниками в Америку, зачем-то там... Можно конференции или что-то. Они миллионеры, они могут... Их ФБРовцы, да, их ФБРовцы спокойно тоже там себя приглашали, прессовали и так далее. То есть, в принципе, Телеграм, хоть и разрешен, абсолютно разрешен в Штатах, тем не менее, ФБРовцы интересуются по полной. Что происходит в Телеграме, как он шифруется, кто там, что делает. Естественно, дура в свою очередь, как владелец Телеграма полный и как полный... Как человек, который полностью хочет, чтобы там было все закрыто. Там свобода слова, свобода всей вот эти вот... Свобода частной переписки. То есть, суть в том, что просто все зашифровано двухсторонне, и даже, опять же, отскакивает тема Телеграм-звонки, которыми лично я пользуюсь частенько. Зачем? Ну, я не знаю. Я как ФБРовец тебя спрошу. Нравится. Так вот, там показываются эмадзи, ты звонишь, и у твоего собеседника тоже показываются эмадзи, и вы можете сверить. Типа, если у вас они одинаковые, то значит, только у вас двоих есть ключ, и только вы слушаете друг друга, и никак это прослушать больше нельзя. Ну, слушай, таких комбинаций можно подобрать. То есть, грубо говоря, другой какой-нибудь индус на другом на другом углу шара, опять же. Так нет, это же не является ключом. Это просто тупо показатель какой-нибудь. Так это какая, а так зачем вообще это показывать, если это не ключ? Ну, в смысле, что если это не уникальный идентификатор. Охрен его знает. Я не готов с тобой спорить, но если сейчас формулу вспомнить, Эмадзи их примерно... Ну, до хрена, но все равно, это может быть, согласись. Так я тебе сейчас скажу, сколько. Допустим, их там 300, хотя, может быть, их уже и больше. Это комбинация 300 в степени 4. 300 возведи в степени 4. Вот столько уникальных есть этих. Ну, это немного. Так индусов больше. 300 умножить на 300 умножить на 300 умножить на 300. Представляешь, насколько это много? Ну, вообще, до хрена. Ты как знаешь, я в детстве думал, что 300 миллиардов долларов это самая большая цифра. Вот даже самая. Так а что, не самая, что ли, большая? Самая, по-моему. Я тебе сейчас скажу, сколько. 8,1 в девятой степени. Это практически уже скорость света в вакууме. Вот столько может быть. Ну, китайцев столько. 9, это сколько? Это миллиардов. 8,1 миллиардов. Но китайцев еще не столько. Ну, не переживай. Не переживай. Ну, они потом добавят 5 имадзи. Это будет 8,1 миллиарда умножить на 300. А это уже все. А это уже 300 тысяч минимум. Это бесконечные вот эти. Ладно, двигаемся дальше. Между прочим, ФСБ, кстати говоря, тоже прессует дуруча со всех сторон. В том самом посте, который он недавно написал, дуров теперь запрещен как человек, в принципе, в такой стране, как Иран. Знаешь такую страну? Слышал. Тебе звонят из той страны? Ирак, правильно, или Иран? Да. Тебе там пацаны не звонят из той страны? Ничего не говорят, не предлагают? Писали, кроме шуток. Да? Ну, кроме шуток, писал чувак из Ирана. Как они меня находят, я не знаю, но да. Ну, ладно, окей, хорошо. Тем не менее, он теперь дуров запрещен. На него там дело в прокуратуре Ирана и так далее, и так далее. Что, прокуратура? У них есть. У них есть, да. И как бы нас сейчас там не запретили. Ну, вот именно. И, короче говоря, что ты говоришь? Ты меня сбил. В смысле, с своими резкими заявлениями? Почему тут Иран? Тем не менее, он в своем посте написал, что такие страны, как Иран и Россия, где, в принципе, вот пытаются прижимать мессенджер Телеграм и всю вот эту свободу, ту самую, которую прогондирует Павел Дуров, он говорит, что он надеется, что в таких странах, может быть, когда-то станет все хорошо, но пока ему вот все, ситуация не нравится. И в Иране они практически уже, по-моему, сворачивают Телеграм полностью. Но в России все пока работает, как мы видим. Ну, просто вот я сейчас зашел на vk.com, слышь id1, и там он пишет, что везде неправильно перевели. Я, как написал, we'll continue providing secure messaging to users in these markets. Ну, типа, продолжает. Что мы продолжим. А в пятницу утром российские СМИ вышли с прямо противоположными заголовками. Дуров сообщил о готовности закрыть Телеграм. Там Дуров прекратил закрыть Телеграм в России. Я, кстати, тоже видел эти заголовки, думаю, нихрена охренел. Не, ну в России-то все нормально. В Иране. В России, да, в России все норм. Короче говоря... Смотри, он засрал конкретные. Вот медуза, говорят, такие были. Ведомости. ДП. Что такое ДП? Double penetration, как мы знаем. И там тоже такие заголовки. Дуров в ответ на претензии в ФСБ пообещал защитить анонимность пользователей в России, да? Давай не об этом. Короче, ФСБшники, на него, по-моему, дело шьют. На лям рубасов. Для него, я думаю, это вообще не деньги. Даже если действительно это дойдет до... Ну, вход пойдет дело, знаешь, как оно... Дойдет до суда, там полностью все тыры-пыры. Миллион рублей грозит штраф за то, что он все еще не передал ключи шифрования ФСБшникам. Вот мерзавец. Мерзавец, абсолютный. Давай перейдем дальше. Вот у нас начался блок вот этот про Дурова. Он носит с собой связку, брелок. Ключи шифрованные. Да, и не передает ни в какую вообще упирается. Вообще, я насколько понимаю, эти ключи, они каждый раз генерируются. Каждый раз для двух только людей. Поэтому, как он их передаст, я понятия не имею. Но не передаст, родит. Все правила знают. Это, конечно. Конечно, он просто передаст будет, если не передаст. Короче, Дмитрий Скрипкин предлагает нам следующую тему. То, по-моему, все Вова был, что ли. А это Дмитрий Скрипкин. Говорит, ох, и разгребать же вам после отпуска. Да, Дима, действительно, разгребать до хрена. А почему-то у меня нету. Ну, почему-то нету. Это, между прочим, Дуроч 01 у нас значится в слайке. Ну, давай, открывай Дуроч 01. И. А, она у меня просто была открыта ранее уже, как CD Projekt Red. И Safari не открывает две одинаковые вкладки. Короче, он, Дмитрий Скрипкин предлагает нам тему с Medium. Это тема. Это целый пост Антона Розенберга. Одного из сооснователей. Я, ну, на самом деле, громкое, конечно, слово. Но одного из работников, ведущих работников ВКонтакте, потом Телеграма и так далее. Это пост практически просто про жизнь. Мы сейчас быстренько по нему пройдемся. В скобочках долгенько. Называется статья Кот Дурова или история о том... Кот Дурова. Не код, а код Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 миллионов рублей в суде. Начнем, короче говоря. В чем суть? Короче, Антон Розенберг это чувак, который учился... Короче, давний друг детства Николая Дурова. То есть, брата Павла Дурова, который тоже много знают. Тоже популярный чувак, но он просто суперматематик, суперпрограммист. И он в основном и писал ВКонтакте изначально, как я понимаю. Ну, конечно, да, это я слышал. И в принципе, как я понимаю, он супертимлид, главный, наверное, по разработке технический директор, или как это говорится. Во всем, вот все, что делает Дуров, то есть сейчас конкретная разработка Телеграма. Должна быть какая-нибудь потом курьезная история, что братья разосрутся. О! Тут интересно, тут интересно. И вот, в общем, Антон Розенберг, чувак, с ним просто учился давно. Они еще начали ходить вот в ФМЛ. У нас тоже, кстати говоря, в Челябинске тоже были такие, типа, по математике курсы. Физико-математические курсы, собственно. Ну, то есть, это физико-матические лицей, как я понимаю, ФМЛ. Вот, они там ходили на кружок по математике с Колей Дуровым, Антон с Колей. Тогда еще, тогда еще, видимо, я так понимаю, им было что-то, что-то типа, не знаю сколько, 13 лет, потому что Павлу Дурову было 9 лет. Короче говоря, они с Антоном учились вместе после этого, пошли, а, ездили на всякие олимпиады, все российские, по математике, то есть, они суперумные чуваки были, но, естественно, Коля Дуров был там вообще там гением диким, как бы Антон, он так. То есть, кружки помогают все-таки? Ну, то есть, он все-таки не зря, понимаешь, он даже, вот тут есть, короче, тут написано, что отдельно, мне, говорит, запомнилось, сам пишет Антон от себя, что тетрадка Николая с идеями и проектами, а тогда у него уже были идеи и проекты в том возрасте, в частности, там была схема ядерного реактора, который он мечтал построить с ограничительными стержнями, охлаждающими контуром и турбинами для генерации электричества. Нормально. Короче, вот такой чувак, тут есть, кстати, фотография Николая Дурова с ушками. Ну вот, проучились в этом кружке 6 лет, вместе ездили на все российские олимпиады, сборы в Москву, международную олимпиаду по математике, в общем, там, и так далее. В общем, и за границу тоже ездили. Там есть еще фотка, где он уже просто в кровать какой-то перевернутый лежит, я вообще не понимаю. А, ты уже много, видимо, дальше смотришь, но это спойлер, это все спойлер. Ладно. Значит, после этого Коля Дуров еще на многие какие-то там олимпиады сам ездил уже, потому что просто он крутой. А дальше, короче, у них судьбы немного разошлись. Ну, наверное, если это ускорится, да, где он на кровати лежит, я вижу, там просто какой-то диван перевернутый. А почему он перевернутый? Не знаю, ну, вообще. Он вообще как-то по-блаженному лежит, и у него уже залысин в 13 лет. Да, да, он балде... Ну, тут, наверное, не 13, но он что-то балде... Ладно, они миллионеры, поэтому мы можем что угодно говорить. Вот именно. Тут есть много фотографий. На самом деле, Антона Розенберга можно узнать на фотографиях. Он темненький, скажем так, и кудрявый. Вот. Здесь очень много фотографий детских, таких высоким... Высокая талия у штанов, как это обычно, заправленные футболки. Все как надо. Все как надо у пацанов. Они давние друзья, как ты видишь на фотографиях, если ты вот все промотаешь. Они тут вместе в каких-то автобусах ездят. То есть супердавние друзья еще со школы. Короче говоря, потом у них немного разъехались пути, потому что сам Антон пошел просто программером работать. А, короче, из-за того, что Николай был суперматематиком, он там учился в Германии, его там, короче, мама отправила в Германию учиться и так далее. И потом, короче, через какое-то время, будучи программером, собственно, Антон, он нашел, как-то зашел, видимо, на сайт или от Коли узнал там, или как-то, короче, он узнал, что есть сайт ВКонтакте. Причем, как узнал? Они просто это сделали, он был третьим, по сути. Возможно, если сейчас зайти на ID3, то ты будешь на Антоне. Он, короче... А страница удалена, либо еще не создана. Хорошо. Нормально все. А, ну, два-то будет, Николай? Нет, два-то вообще мой фид. Почему-то. Почему два... Меня два редиректят на фид. Ну, может быть, это так и должно быть. Тут я... Мы сейчас с тобой не выясним. Видимо, два это я. А ID4 тоже не существует. Ну, ладно. Ну, вот. И, короче говоря, он был третьим. То есть, он уже тогда знал про мой круг, про одноклассники. Уже тогда были. Они были раньше, чем ВКонтакте, соответственно. Но ВКонтакте вот он зашел, ему понравилось, что быстро работает сайт, круто, идея хорошая. То есть, ему как программисту это понравилось. И через некоторое время видимо, они там уже, общаясь с Колей Дуровым, как бы продвинули Антона уже в команду ВКонтакте, и он начал заниматься ВКонтакте конкретно. Полностью работать. Там они и серваки обслуживали, короче. А, там суть такая была, что, короче, он баг-репорты написал. Паша. То есть, он потестил ВК, написал баг-репорт и отправил Паше, короче. И тот, типа, круть-круть, давай с нами работать. Понял. И тут огромные переписки заблюренные выложены от Антона. Как бы мы понимаем, к чему идет. То есть, идет к тому, что будет, скорее всего, что-то плохое в статье, раз уже переписки сливаются, как бы. Вот. В общем, долгая такая история. На самом деле, почитайте, очень классно. Он пишет, тут прикольно. Не знаю, можно ли этому всему верить или нет, потому что дальше, конечно, опровержение конкретно от пацанов. Но вот, вот такая статья. Там он рассказывает про то, как они там серваки перевозили из Москвы в Питер, прям на тачках. Там дальше будет, как они из Лондона перевозили. Здесь есть много фотографий всяких, где Антон конкретно с Николаем стоят. Вот. Он пишет сам Антон, на чем он работал, как он переписывал, например, хранение, кодирование видосов в ВК, чтобы разные разрешения, можно было открывать видосов. В общем, занимался достаточно серьезными вещами в ВКонтакте. Что здесь еще такого прикольного? Ну, где дропы-то обещали? Ну, дропы обещаны, просто я не хочу к ним так просто подходить, потому что здесь много интересного. Короче, потом он рассказывает про то, как Паша Дуров кидал деньги. Помнишь, вот был такой момент, когда они из офиса ВК кидали бабки. Ну, вот, короче, была такая тема, они просто бабки раскидывали в Питере из офиса ВК, и в этот момент Антон, собственно, сидел за банкой на этом этаже, перед этим окном практически, просто кодил, и Паша, короче, просто выбежал с баблом, как здесь написано в статье, и, типа, кидал. Начал кидать, типа, бабло, и я, говорит, был против этого, типа, и медиа плохо отнесутся, и вообще много кто может плохо к этому относиться, что, типа, бабки раскидывать. Вот, но, тем не менее, короче, он это просто так мимоходом вспоминает, скажем так. Потом там дальше были конфликты самого Паши, там была с Усмановым история, была история с тем, что он продал, там, пакеты акций, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, они все плавно перетекли командой вместе с Антоном, как я понимаю, вот в этот ООО Телеграф, который занимается Телеграмом конкретно. И, короче, в какой-то момент, ну, то есть, он работал над Телеграмом. То есть, сам Антон работал над Телеграмом, и, собственно, работал бы дальше, если бы не в один прекрасный день. По-моему, это там 7 января что-то такое было написано. 7 января, короче, он узнает, что на самом деле Николай, тот самый Николай, он, как бы, оказывается, будем говорить нашими с тобой словами, подкатывал к жене, к будущей Антона. Да, при том, что, короче, сам Антон как бы слышал, видимо, видимо, так слышал от жены, что, типа, он подкатывал, ну, короче, в общем, вскрылось то, что он подкатывал к жене. Реально. И тут, естественно, типа, ну, Антон возмутился, какого хрена. Николай узнает о том, что он возмутился, соответственно, и говорит Паше, типа, все, увольняй, чувака, надо валить, пацана. Они там, короче, какое-то время они скрываются, ну, не скрываются, они просто, знаешь, в разъездах, как обычно, то есть Антон работает в офисе, продолжает еще какие-то там два месяца, словно. Паша там где-то в одной стране, Николай в другой стране, там, досвидос. Потом приезжает Павел, как главный, получается, как CEO, там, главный чувак, он разговаривает с Антоном, типа, базарит, короче, он не может, он слушает Антона, Антон ему говорит, так и так, короче, Николай подкатывал к жене, типа, ну, ты почему меня должен увольнять, типа, из-за этого, это как бы, ну, не причина, здесь вот нет ничего такого, то есть по производству я ничего такого не сделал, то есть как бы это личная тема, сейчас вот, ну, выносить это как бы в другую тему, абсолютно бред. Паша это все слушает, и действительно не может, короче, уволить Антона, или там не решается, или просто по своим каким-то соображениям, уж не может его уволить, и Антон еще продолжает какое-то время работать, после этого, короче, после этого, видимо, там Николай добивает, наверное, Пашу, я не знаю, короче, Паша увольняет в итоге Антона, причем по какому-то там бредовому, опять же, этому, ну, и сам Антон тоже уже уходит, потом там, короче, огромное количество в этой статье инфы, про то, как, сколько зарабатывает там дуров, какие у него там миллионы, короче, просто потому, что на Антона был иск в суд на 100 лямов рублей, просто потому, что типа у него в фейсбуке написано, что он работает, все еще работает в команде, а он уже не работает в команде, там, телеграфа условно, ну, то есть по какому-то бредовому абсолютно, пункту, ну, вот, короче говоря, можете посчитать, реально, много интересных фактов, короче, много прикольного, не знаю, насколько это все правда, там есть очень интересная, такой, очень интересный абзац про самого Николая, что он супер нестамосоятельный чувак, естественно, раз он гений, он ничего типа не умеет сам делать, за него все мама делает, то есть он оригинальный, супер быт не умеет устраивать, там, типа за него там, короче, деньги, мама его считает, даже бабки, которые он получает с телеграма, с вконтакте, миллионеры, которые, да, то есть вот она всеми бабками занимается, конкретно, интересно, до сих пор или как вообще? Вот тут написано, как будто до сих пор, но это опять же по словам Антона, то есть он может его очернять, знаешь, хоть как, тут непонятно. Мне кажется, даже если он, допустим, его очерняет, и все это не так, тот факт, что уже Паша Дуров, как бы, есть, какая мама, уже как бы даже и не надо, ни за чем там следить. Ну, согласен, если у тебя уже... Тем более, если они уже в ЛА, да, не все уже, там уже вообще космос. Здесь, собственно, и статья вся вообще уже там в космосах, чуваки, хотя сам Антон достаточно приземленные вещи пишет, и пишет, как они там становились, начинались, как они изначально там закупали какие-то там серваки и так далее, как они их возили, очень приземленные вещи, в том числе о своих зарплатах очень приземленные. Тоже пишет, что вот типа 100 тысяч, 100 типа миллионов рублей, хрен, когда заработаю, вообще там никогда практически не заработаю за всю жизнь. Типа, а у Дурова там одна из хат стоит 500 миллионов, то есть одну пятую, ну, ты понял. В общем, короче, такие, здесь интересные жизненные вещи. В этой же статье Дмитрий Скрипкин, который нам предлагал, статью, он еще предлагает одну статью, реальный код Дурова, на telegra.f, написана статья, опровергающая, абсолютно, статью Антона, о том, что это шантаж, а, кстати, ты там знаешь, что я еще забыл рассказать? Короче, кроме того, что мама за Николаем полностью смотрит, за его бабками финансовыми и так далее, и так далее, за его жизнью, за бытом, Николай, у него кличка, так скажем, его прозвище дружеское, кот, именно кот, котик, типа, и он настолько уже жился с этим прозвищем, что он, знаешь, может начать мяукать в ресторане, начать сидеть. Ну, это уже, когда ты себе такое разрешаешь, это уже бесполезно агитировать против. Нормально, да? Честно, да, уже, когда ты сейчас... В принципе, как бы, я вот когда читал, я как бы думаю, а, окей, окей, окей. Вот в этой, во второй статье, которую нам предлагает Дмитрий, наоборот, абсолютно, что это шантаж, пытается Антона чернить, пытается, в общем, бабки отжать у Telegram Messenger LLP, в общем, вы поняли. Клевета полная. Терпеть не могу, когда они могут по-мужски разобраться, это как-то... Ну вот, но здесь, из-за того, что они еще плюс айтишники, они все будут сейчас вот с помощью статей сраться, и это как бы, ну, смешно тоже. Окей, посмотрели про эту статью, что там еще у нас про дурочек-то есть? Прощайте Лего, пишет нам Frontender. Как мы поняли с тобой, мы уже выяснили с тобой, что не прощайте Лего. Угу. Можно долго не углубляться, ФСБшники пытаются лям, нолям им штрафа влепить. Возможно заплатят, возможно нет, хрен его знает. Да, что в Иране, как я понимаю, все еще тоже не заблокировали, видимо, как в России. Не знаю. Подожди, подожди, прощайте Лего. Я сейчас пытаюсь... А, все. Да, здесь последняя статья, пишет, что пользователям... Континью и Энд. Да, пользователям Телеграм нечего бояться, дурф пообещал обеспечить защищенный доступ к сервису в России и Иране, то есть все-таки Континью. Ну, как мы с тобой говорили, вошьют в эту, про Ксю. Да. И да, я правда уже типа вшили, и ты уже пробовал, и что-то не работало. У меня, кстати, не работало, да. Но у меня не я пробовал, а друг мой. А, ну да, точно, точно, я забыл. Короче. Он похож на тебя просто, я поэтому... Похож тоже, да. Похож на него. Последняя тема из светских новостей, пацаны, у нас час ночи в Челябинске. Последняя тема из светских новостей, Unsplash Awards 2017. Пацаны с Unsplash, из такого ресурса, где выкладывают абсолютно бесплатные фотографии, которые можно использовать на любых своих сайтах, и так далее, и так далее, и так далее. И не боятся, что тебе миллион будут ФСБ требовать, или 100 миллионов, какой-нибудь... Абсолютно не боятся. Твой лучший коллега. Creative Commons. Полный, да. Unsplash Awards, они организовали свою некую такую награду, я не знаю, даже это не столько награда, сколько это просто дайджест, в который ты попадаешь каждый месяц, и вот лично ты попадаешь. Если будешь охрененно фоткать, и как бы продвигать себя по определенным тегам. Для этого они определили несколько категорий, которые каждый месяц будут выдвигаться. Ты можешь пройти в этой категории по тегу. Например, давай посмотрим, продемонстрируем. Вот возьми проскройка до категории black and white. Мне нравится black and white, допустим. И нажмем black and white, собственно, внизу. Снизу, вот, понял, первый квадратик. И получим всего лишь 523 фотки. Да видишь, это не поиск, это коллекция. И это именно коллекция black and white Тима Мосхолдера. Вот. То есть, ну, это... Ну, хотя стоп, с другой стороны, если бы это были динамические какие-то поиски, то как их можно было бы награждать, если там сегодня было бы одно, а завтра другое. Да, да. Поэтому вот коллекция. Ну, слушай, вот тебе нравится black and white, мне вот астрофотографии больше нравятся. Ты которую не мог прочитать даже, ты имеешь в виду? Да. И вот my universe. Это прям даже так звучит. Блин, там какая-то тетка Шона Зеленко. Опа. Я, походу, в нашу аудиторию прям попал. Может быть, она слушает нас сейчас? Вполне возможно. Шона, привет тебе. Ну, блин, здесь много классических фоток насовских, я их видел. Давай последний, давай последний, знаешь чё? Знаешь чё? Давай стрит фотографии, должно быть круто. Давай. И стану стрит лайф. Давай первая. Там по-любому круто. 212. А, ну, это от самих хансплэшей. Там мужики идут с зонтиками. Слушай, с сумками вижу зонтиками. А, вон вижу и зонтиками тоже. Ну, блин, это сомних хансплэшей коллекция, поэтому, конечно, здесь круто. Так что ты не обманул. Да, не обманул, не обманул. Окей, вот такая вот Unsplash Awards, может быть, кому-то интересно. Было. А были какие-то хотя бы реальные награды или нет? Да хрен его знает, непонятно. Есть пользователь GoPro, между прочим. Реально, хотя, не очень пользователь. Кстати говоря, там внизу написано кто? Это жюри, это жюри. А судьи кто написал? Вот, вот GoPro судьи. Причем там нету конкретного чувака. Здесь везде-везде там тоже есть логотип какого-нибудь там Google. А, в GoPro как? Кэрри Кларк. Хрен кто? Google Live Case, Product Manager. GoPro просто вся команда. Я надеюсь, что там есть в этой команде хотя бы чувак, который делает звук, который пишет на GoPro. Он, по ходу дела, злоупотребляет какими-то веществами, опять же, потому что звук там такое говно, что если они на полном серьезе у него такую работу принимают, то... Хотя, опять же, в Hero 6, по слухам, он чуть-чуть лучше, но, слушай, картинка там реально процентов на 40 лучше. Понимаешь, тебе каждый чувак GoPro-шник скажет, что звук никто не пишет на GoPro. Ну, понятно, да. Поэтому все пишут выделенным микрофоном. Да, вот светские новости то у нас и прошли. Мосяш? Вообще представляю. А сейчас у нас разработка, но перед разработкой я вам скажу напутственные слова мои для вас. uvdesign.ru slash smarttape это страница, на которой описано почему хостинг smarttape самый лучший в мире вообще. Он, во-первых, в России находится, все ваши сайты будут не преследоваться ФСБ в случае чего. Ну, если вы только всякое дюймо там не будете вообще. Ну, конечно, конечно. Но это нигде не надо. Не позвольте smarttape и нас. Да. Мы искренне, опять же, просим вас поддержать наш проект и если вам нужен какой-то хостинг либо VPS, либо какой-то шарит хостинг, либо вы целый сервер хотите арендовать в дата-центре, вы, пожалуйста, сделайте это через нашу ссылку на uvdesign.ru slash smarttape. Я хочу поблагодарить вас. И все должно и хорошее, что-то быть. Не только бочка дегтя, но и ложечка меда небольшая будет здесь. В этом месяце за сентябрь беспрецедентно большое количество денег пришло по партнерке. То ли у кого-то из вас там годовые платежи подоспели, то ли что-то еще, но вы молодцы. Благодаря вам наш проект дальше существует, поэтому если вам нужен хостинг или кому-то из ваших друзей, вы им передайте, что uvdesign.ru slash smarttape. Это то место, где исполняются мечты. Просто раз сентябрь, может быть, это как-то со школой связано. Знаешь, взяли себе под школу, под универ. Может быть. Просто видишь, в чем дело? Самих платежей по факту такое же количество. То ли нам в партнерке проценты увеличили вдруг внезапно, то ли все перестали оплачивать безлимитно и начали ВПС себе покупать? Потому что платежей стало меньше и денег стало больше. Так мы скоро с тобой как Николай будем мяукать? Мы будем миллионерами уже, да, из-за нас мама все будет решать. То есть, как сейчас и происходит. Да. Окей, давай. Так вот, и первая тема на мою Вову предложила, опять же, о том, что случился долгожданный релиз Sublime Text 3. Кто помнит? Есть такой редактор. Да, есть такой редактор и он был в статусе бета и альфа около трех с половиной лет. Я вот помню, что он там был и мало кто пользовался третьей версией. Почему? Потому что все плагины были под второй. Там же была тема, что что-то платное даже. Он и так, он платный, но тебя никто не заставляет покупать лицензию. У тебя просто сверху вытапливается, что unregistered и все. Как бы он не напрягает абсолютно. Самое смешное, это когда ты смотришь супер платные какие-нибудь курсы на трихаусе, условном. И хоп, и у них unregistered. Это позор. И то они куплены, да, хотя там 80 долларов, что ли, стоило лицензии или 85, около того. Казалось бы, не сильно великие деньги, но из-за того, что они настолько как бы не заставляют тебя покупать, никто, видимо, и не покупает. Но раз они такую модель избрали, значит, наверное, она им нравится. Есть какой-то в этом смысл. Так вот, много было плагинов, которые только под второй написаны, поэтому на третий не все спешили переходить, но теперь это точно уже все портировано за тридцать с половиной года. Поэтому ура, радуйтесь. И из изменений, есть здесь ссылка на полный список изменений, но вот это все смотреть, это, конечно, изменено буквально все. От нового интерфейса до нового движка для подсветки синтаксиса. Вот казалось бы, такая хрень, не очень важная подсветка синтаксиса. В Sublime в втором реально все неплохо работало. Мне кажется, это самая важная штука, на самом деле, в редакторах. Подсветка синтаксиса. Так нет, подсветка-то важна, но она везде одинаковая. То есть, то, что движок как-то по-другому что-то обсчитывает, быстрее подсвечиваться, что ли, будет. Ну, хрен его знает. Окей. Ну, серьезно, камон. Ну, камон. Второй Sublime и так был неплохой. А третий вот пишут, что он прям вот во всем более лучший. Пишите в комментариях, если вы пользуетесь Sublime, и если вы поставили уже релиз, и вам реально, ну, вы ощущаете какую-то разницу, потому что я вот все равно PHP Storm пользуюсь. А большинство людей сейчас на VS Code и Atom перешли. А ты пробовал VS Code? Я все пробовал. И как? Я тебе могу сказать просто конкретный юзкейс, в котором он не подошел. Надо было мне работать с JSON-файлом 50 мегабайт размером или даже 100. Ну, даже 50. Все известные мне редакторы, кроме Sublime, Brackets, VS Code, Atom, они мне сказали, чувак, пошел нахрен, файл больше 16 мегабайт, я его открывать не хочу. Кроме PHP Storm ты хотел сказать? Нет, кроме Sublime. Потому что в PHP Storm он открывал мне его, но он показывал мне вот допустим я вижу сейчас 100 строк, вот 100 строк у него подгружены. Ctrl-F по всему файлу я делать не мог, потому что он его весь не хотел подгружать в оперативку. Sublime единственный редактор, который работал так, как надо, и еще и быстрее этих всех остальных. Те пыхтели, открывали файл и мне в итоге ошибку выдавали. Этот его открывал и я с ним работал быстрее, чем те просто пытались открыть. Погоди, а великий Notepad++ пробовал? Ну, я не знаю, есть ли Notepad++ на Mac? Да, кажется, есть. Ну, подожди, давай, давай, давай! Notepad++ есть, даже под мой калькулятор, мне кажется. Под калькулятор моей бабушки. Download. Нет, он есть только под винду. Под линух он должен быть точно. Нет. Я на меня, что ты мне лечишь, Тарантино? Нету. Ну и ладно тогда. Ну и все. Поэтому вот Sublime меня в тот момент конкретно выручил и я вот он производительный. Я ничего не могу поделать. Он на сях написан, не на электроника, катом, а на сях. И он быстро и круто работает и ребята молодцы. Поэтому пишите в комментариях, какие еще киллер фичи есть у третьей версии. А мы, как водится, идем дальше. у нас сейчас одна из громких тем. Армозло прокомментировал, написал «Пора убить веб». Здесь статья на хабре, опять же. Перевод. Но почему бы и не... Короче, статьи-то две на самом деле. Вот это и следующее. На следующую я перенес на следующую неделю, чтобы вам интересненько было ждать. Потому что здесь, конечно, прям триллер. Остросюжетный сериал у нас развивается. И автор пишет, что вот люди недовольны и признаки гражданских беспорядков преследуют наши программистские сообщества. Здесь четыре ссылки на Planning for Aliens какой-то блог, на Reddit обсуждение под Reddit и программинг просто. И еще пара статей, одна из них даже на Хакер Нуни. Все они нам говорят о том, что JavaScript крайне сложен стал. Столько инструментов, столько всяких тулзов, столько всего. Чтобы просто делать веб-приложение, нужно так много говна пожрать, что просто все люди начинают понимать, что так быть не должно. И автор, он пошел вглубь этого всего и понял, почему так быть не должно. Здесь Человек-паук запутался в паутине и подпись «Это ты хакер фронт-энда». Отлично. Потому что на самом деле вот тот abomination, в который превратился веб, когда мы начали на нем делать приложение, его не описать словами. Потому что изначально веб был сделан для документов, для того, чтобы показывать открытые документы по ссылкам. Все. Из-за этого здесь почему веб должен мерять? Две причины конкретные. Первое, веб-разработка медленно повторяет 90-е. И второе, веб-приложение невозможно защитить. Что значит повторять 90-е? Это значит выглядит так же убого. Вот здесь про Flux написано, да? О том, что вот сейчас это прям киллер фичи, это все круто, использует React, Flux и так далее. Или Flux, не знаю, извините. Так вот, интерфейс Flux, на примере Google Doc'ов показывают, он выглядит ничем не лучше Windows 98. Такая же хреновина. Но Windows 98 работал на 32-х мегабайтах оперативки и 75-х мегагерцах процца. А Google Chrome и Google Doc'и в нем запущены, 2,5 гигагерца берут и примерно 3 гига оперативной памяти. А функционал показывает тот же, а иногда даже и хуже. Нет никакой защищенности, ничего вообще не было, нет. Тихий ужас здесь пишут. Даже сокеты приходится, нет реальных сокетов, все приходится делать с помощью веб-сокетов в кавычках. И здесь автор об этом не пишет, а я об этом упомяну, что еще и не во всех браузерах это все работает. Поэтому на полном серьезе расценивать веб-приложение как приложение, ну вот, по мнению автора, это просто анекдот. Но я на самом деле полностью его здесь поддерживаю. То есть из-за того, что мы используем ту вещь, которая не предназначена для чего-то, ну, короче говоря, веб должен был тупо передавать документы, которые открываются по ссылкам, потом, ну, показывать их там с помощью CSS как-то красиво. Ну, минимальную интерактивность. Но делать просто полноценные веб-приложения, их никак не защитить, не распараллелить, ни хрена не сделать, все это прям неприятно и не очень хорошо. Так вот, что касается распараллеления, понятно, а вот что касается защиты, все пишут, что ну, C и C++ программы, как только стали очень распространенными и как только стали их выкладывать как-то в open source, сразу стало понятно, что на любой код можно найти exploit. Всегда, ну, кроме Hello World, да, условного, то есть, если ты что-то написал, какой-то сложный алгоритм, всегда можно в него туда подлезть и что-нибудь наговнить. Вот здесь картиночка System Shutdown. Мне она сейчас очень знакома, мне прям страшно, аж стало, это было тоже, когда тебе говорят, что через минуту чувак у тебя перезагрузится компьютер и все. Ну, вот некоторые вирусы так тоже работали, например, здесь сразу нам рассказали, что был большой цикл моментов, когда кучу программ взломали, были вирусы и потом уже стали делать защищенно наконец-то. Вот в вебе тоже сейчас так же, очень много веб-приложений с эксплойтами, с какими-нибудь фишингами и так далее, и это не очень безопасно. Кроме этого, все эти SQL, XSS, XSRF, не знаю, что такое XSRF, смешение типов миме и так далее, но смешение типов миме это понятно, посылаешь типа картинку, а там текст, там и так далее, исполняемый файл какой-то, если ты его подпишешь по-другому, то сразу все пойдет не так. Ну, опять же, здесь про JSON API, про REST написали, что когда ты передаешь большие массивы данных просто с помощью текста, будто бы, ты все равно, опять же, ну, не так делаешь, ты должен данные передавать, а ты передаешь их как текст, тебе их надо туда-сюда сериализовать, как-то их распарсивать, и это все равно в открытом все переходит информация, понятно, что теперь есть SSL, теперь можно это как-то все шифровать, но все равно это не так, как должно быть. Ну, здесь ключевые проблемы, напишут, что в архитектуре все проблемы. Первое, буферы, не соответствующие своему размеру, но это классический источник уязвимости, все XSS и SQL на том, что непонятно, где начинается буфер для кода и заканчивается буфер для данных. Все в один поток идет, и код, и данные, сначала все передается как данные, а потом код частично исполняется, и поэтому непонятно, а как защитить код от данных, если они все равно передаются как данные. Протоколы, которые разработаны для документов, а не для приложений, ну, это я уже тоже сказал, что HTTP, HTML спроектированы для документов, чтобы что-то отображать. Если через это что-то передавать, то всегда можно будет что-то сломать, потому что, ну, ты сначала все отобразил, а потом такой, а вот это не для вас, это не для вас, это не для вас, но по факту все равно уже все для вас, потому что оно было просто передано. Ну, и здесь еще про правила ограничения домена сделано, что, допустим, iFrame нельзя с других доменов там встраивать, если у них там не разрешено и так далее. Но это из самых банальных старых примеров, когда я впервые узнал об этом правиле. Но кроме этого, здесь сразу вспоминается, что Netscape так сделал, потому что просто это был стартап, и они вот сделали так. Но сейчас написано, что, ну, ни один человек бы в здравом моменте так не сделал, если бы у него было хотя бы больше 10 дней на то, чтобы это обдумать и как-то задеплоить. Ну, и здесь сразу предлагаются исправления на все эти пункты. То есть, первое про буферы. Размер всех буферов должен иметь метку числом от базы данных до сервера фронтенда интерфейс пользователя, чтобы было понятно, какой буфер сколько занимает. Не должна возникать необходимость что-то сканировать в поиске волшебных символов, смотреть, где они заканчиваются. Ну, то есть, когда я говорю, что все сериализовано, разделено какими-нибудь там черточками и понятно, вот это данные, вот это код, вот это то. Обратите внимание, что для этого требуются бинарные протоколы формата и логика UI по всему стеку. Ну, то есть, понятно, что надо бы по идее это все переделать, раз мы уже решили делать именно распределенные веб-приложения. Угу. Второе исправление по поводу протоколов. Давайте прекратим притворяться, что REST это хорошая идея. REST это плохая идея, которая перекручивает HTTP в то, чем он не является, только чтобы обойти ограничения браузера. Это еще один инструмент, который перекрутили в то, чем он не должен быть изначально. Такое всегда плачевно заканчивается. Учитывая предыдущий пункт, клиент-серверные коммуникации должны использовать бинарный протокол, спроектированный специально для RPC. Ну, и третье. РПЦ. Для РПЦ бесполезно что-то проектировать, они все равно все по-своему не переделают. Третье исправление это по поводу этого Same Origin Policy. Приложениям нужна ясная идентичность. Следует прекратить обмен друг с другом токенами безопасности по умолчанию. Если у вас нет разрешения на доступ к серверу, вы не должны иметь возможности отправлять ему сообщения. Это понятно на каждой платформе, кроме веба. А тут надо сначала отправить, получить и только потом понять, что там что-то не готово. А по идее, даже если ты хоть одно что-то можешь на сервер отправить, значит уже есть некая уязвимость. Поэтому тут вопрос. Ну и здесь в заключении написано еще и что HTML5 говно. Ё-моё. Потому что он, говорит, конечно много вопросов решил, но поскольку на него влияет только Google и Microsoft, просто тупо в силу денег, в силу того, что основное комьюнити разработчиков работает уже в этих компаниях, то, говорит, вы все равно никак не повлияете на это развитие, потому что все, кто там работает, только они и влияют. И экосистема JavaScript и HTML5 взрывается под весом своего собственного бессмысленного намолота. Вот так вот. Радикально здесь очень написано, но... Ты бы полюбил радикалы? Ради чего? Так вот, очень, очень круто. Мы просмотрим следующую статью в следующий раз. Слушай, знаешь, что я тебе хочу сказать? Беспрецедентно. Первый подкаст в сезоне. Без научпопа. Ни хрена себе. Ну вот реально, вот два часа уже делаем вещи, да, сегодня? Сколько? Нет, еще двух. Ну, скоро будет. Нет, есть. Два часа 30 секунд. Вот. Я почувствовал эти два часа. Вот. А в следующий раз просто не хочется скомканного. Там прикольный конструктивизм, прикольное всякое. Хочется вот прям вот... Давай, я одну свою скажу. Ну давай. И все. Просто она логическим продолжением является, как меч продолжения руки. Так, следующая тема. Продолжение. Почему продолжение? Потому что опять Microsoft звучит. Не более. 160 терабитный трансатлантический кабель Marea закончен. Вот такая новость. Три компании его заложили. Microsoft, Facebook и Telxius. Первые две известны, третие нихрена неизвестны. Но, видимо, третье это какие-нибудь кабельщики непосредственно. То есть, Microsoft, Facebook, они какую-нибудь информационную и денежную поддержку сделали, а Texius непосредственно технологии, как это прокладывать. Ну, чтобы ты понимал, по дну прокладывают, в районе берегов закапывают, чтобы корабли там, когда днищем скребли, не повредили. А потом уже по дну океана, где достаточно глубоко. Ну, это оптоволокно. То есть, пять пучков оптоволокна или сколько там? Сейчас поскажу. Сейчас скажу, да, давай. Это прям важно, сколько пучков. В8 пар оптоволоконных кабелей, защищенных медью, пластиком и водонепроницаемым покрытием. Почему мне вообще эта новость понравилась? Во-первых, 160 терабит в секунду. Это очень до хрена. Предыдущий максимальный был, по-моему, 70 терабит. 60. Этот, конечно, Морео еще не введен в эксплуатацию, только в 2018 начнут по нему качать. Но да, длина 6600 километров. Чтобы ты понимал. А как ты думаешь вообще, насколько это дорогая хреновина? Ну, слушай, я думаю, раз 3 компании целых занимались этим всем, то там многие миллиарды. Представляешь, как классно, вот ты такой, короче, допустим, ты, представим, смоделируем, ты, короче, владелец такой компании, которая прокладывает, и тебе просто заказ прилетает, и все это, на всю жизнь, мне кажется, заказ. Согласен, с тобой это, конечно, уже... А еще мейнтонить эти потом провода. Да, это же все надо будет, периодически их повреждают, чтобы я понимал. Там специальные водолазы подготовленные будут грызть эти провода. Да, для того, чтобы потом это все обратно чинить. Вообще, мне сама, вот, концепция трансатлантических и других кабелей, которые там, подтихоокеанские и так далее, мне это завораживает. То есть, на самом деле, вот нам кажется, интернет, он есть интернет, а на самом деле все это же связано как раз с такими подводными кабелями. Только в Антарктиде интернет спутниковый. Во всех остальных он уже проводной, широкополосный и да, здесь есть фрагменты карт, на которых прям показано там вокруг. Так, понимаешь, надо в прекрасной России будущее, чтобы вообще не было проводов. А то, мне кажется, вот эта возня под океаном, это же дорого. И все. Это дорого? И долго. Вот сейчас есть у нас, например, Wi-Fi. Ну, это говно, а не стандарт. Мы с тобой в этом подкасте уже обсуждали. Да, но вдруг придумают. Ну, вдруг придумают. Что-то вот не придумали еще, поэтому пока лучше. В прекрасной России будут еще придуманы. Да, пока лучше проложить еще один шланг. Просто 6600 километров. Да вам не в шланг кинуть это вот туда. Вот именно. Кстати говоря, Морео с румынского переводится большой. Большой. А мне, кстати, часто женщины говорят Морео. Это вот оно, да? Видимо. Но с испанского переводится как прилив. А, это про это? Они про это, да. Причем кабель идет из, сейчас скажу, блин, из Америки, из Вирджинии в испанский Бильбао, то есть в Испанию. То есть все-таки прибой. Так вот, ну, короче говоря, что тут еще сказать? Я вспомнил серию Элементари, где был типа трансатлантический кабель Руби и какой-то чувак, ну не какой-то чувак, а там главный злодей этой серии, он его повредил, причем не просто повредил, а встроил туда задержчик, который там делает какой-то такт и сигнал задерживается там на 3 миллисекунды или на 10. И чувак, он на бирже торговал. Из-за вот этой задержки он успевал раньше покупать все дерьмо, чем европейцы, и он тупо денег на этом зарабатывал, и они это раскрыли. Блин, ну это как-то круто. Да, да, и там на самом деле очень, там не сразу было понятно, то есть, они сначала, там не сразу было понятно, что, что эта коробочка делает, потому что все эксперты проверяют, а она нихрена не делает, просто пропускает через себя сигнал. Но там был просто резисторик, который его замедляет, это потом только сам Шерлок понял, и потом они поняли, что это был тот чувак, который, там чувак, ему по закону, из-за того, что он там кого-то убил или зарезал во время этих азартных игр, ему запрещено играть в азартные игры. А он настолько азартный, что он вот такое дерьмо придумал, чтобы на биржах выигрывать, типа, из-за того, что это, типа, настоящий азарт, там, и так далее. Короче, круто. Гений. И в чем вообще ремарка в том, что в кино он назывался Руби, этот кабель, то есть Рубин, а в реальности есть Эмералд из Умрут. И здесь как бы перелинковочка. Короче, супер вау, круто. А остальные темы из научпопа, которые мы для вас подготовили, мы рассмотрим уже в следующий раз. Буду сворачивать здесь все, и у нас обойка. У нас, кстати, обойка какая-то вообще классная сегодня. А у нас обойка, она как бы уже зимняя. То есть у вас еще, может быть, в ваших городах не выпало? А у нас-то еще вчера выпало. Еще вчера начало падать, а сегодня прям конкретно. Да, у нас уже погода вот такая, как на этой картинке. И здесь, знаешь, что я вижу? Давай не будем пока говорить, что из этого подкаста. Я скажу, что в принципе достаточно позитивное настроение создает фотография, хоть она и черно-белая. Но здесь радуются чуваки. Радуются чуваки, игрулькают. Может быть, это первый снег, может быть, это просто снег, который давно ждали, может быть, это просто вот люди радуются хреновой погоде. Прикольно. А наш подкаст, что касается нашего подкаста? Возможно, наш подкаст это вот все эти маленькие снежиночки падают на... Наш подкаст это первый снег, которого так ждали. Возможно. Возможно. И он падает на тяночек. На лица, на волосы. Они смеются, хохочут. Полами шляпы прикрывают себе уши, чтобы не надуло им. Фыркают, возможно. Пыркают, возможно. Да. Вообще, моя версия, что наш подкаст это вон та велосипедная стоянка, которая слева. И чуваки, когда нам предлагают тему, они паркуют свой велосипед к нам на стоянку. Потом мы приходим каждую неделю, воруем все эти велосипеды, она каждый раз пустая на следующий день. Они яйца морозят, едут по холоду? Они, да, да. Потому что хоть погода, хоть какая, а ехать на подкаст надо по расписанию. Кстати, там лоточек слева и там по английски написано халал. Да, вижу халяль. Так что тут халяльное, что такое рядом с нашим подкастом. Да. У нас мультинациональный, тем более, что мы сегодня на украинском выходим в VR. Да, немножко. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, в Телеграме подписывайтесь обязательно на наш канал. Вступайте в нашу группу. Я прям ответственно вам заявляю, что вам надо всем, каждому из вас вступить, кто дослушал особенно, вступить в новый канал в Телеграме, который называется Warcraft Rus. Warcraft по-русски. Там все про вселенную Warcraft, там круто. А кроме этого в Ютьюбе... Беспалево вообще. Да вообще, вообще. В Ютьюбе подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. В Айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы, слушайте нас. Добро пожаловать обратно в суровый веб. Мы теперь с вами. В следующий раз будет еще более динамично и классно, чем сегодня. Хотя более динамично, чем сегодня. Я не представляю таких скоростей, как выдержать, поэтому не переключайтесь, пишите нам, радуйтесь, что мы вернулись и увидимся уже через неделю. Пока. Пока.